Логика Сегодня мы начинаем цикл бесед о логике. Первая наша беседа будет посвящена теме, что изучает логика. Или, как в учебниках обычно пишут, предмет логики. Я начну с очень простого вопроса. Слово «логика» употребляется нами часто, но в разных значениях. Три основных смысла логики. Первая – последовательность определенных событий. Мы говорим, скажем, о логике времени, о логике социальных событий и тому подобное. В рассказе английского писателя Честерта, она говорится, в частности, быть, может, он безумец, но в его безумии есть логика. Почти всегда в безумии есть логика. Именно это и сводит человека с ума. Ясно, что логика здесь означает наличие в мыслях определенной линии. Далее мы говорим о логичном и нелогичном мышлении. Это логика уже в другом смысле. Логика человеческого мышления. Мы говорим, что Иван Иванович рассуждает нелогично. Или, напротив, его рассуждения отличаются блестящей логикой. Ну и, кроме того, логика – это особая наука о мышлении. Она возникла еще в IV веке до нашей эры. То есть логике две с половиной, почти тысячи лет. В старшей логике – одна единственная наука – математика. Раньше человек объяснял мир в форме сказки, в форме мифа, посейдон или золотое руно и тому подобные вещи. Потом на место сказочного объяснения мира пришло разумное объяснение мира. Или, как говорят, рациональное объяснение мира. И постепенно сформировалась наука-логика. Казалось бы, что может быть проще союза или? Однако у нашего очень простого или в обычном языке имеется два разных значения. Выражение «первое» или «второе» может обозначать либо первое, либо второе, или оба вместе. И «или» может означать либо первое, либо второе, но не оба вместе. Пушкин родился в Москве или Пушкин родился в Петербурге. Ясно, что здесь «либо-либо» или в строгом смысле. А вот Пушкин был в Кишиневе, допустим, и Пушкин был в Крыму, здесь или-или в слабом смысле. Уезжая из Кишинева, совсем юный Пушкин заметил своему такому же юному собеседнику, укорявшему его, что в чужих краях и старушка подарок. А о пребывании Пушкина в Крыму говорят две прекрасных, очень романтичных картины Айвазовского «Пушкин в Крыму». Так что мы знаем, что Пушкин был и там, и там. Мы говорим, Пушкин был в Крыму или он был в Крыму, но мы можем сказать и «и». Пушкин был и там, и там. Еще одна особенность дальнейшего рассказа о логике в том, что особое внимание уделяется нашему естественному языку, нашему разговорному или повседневному языку. Мы с вами не станем говорить на формализованном языке логики, на нем просто невозможно говорить. Он служит для очень узких целей, для доказательства определенных теорем. Мы говорим на естественном языке. И как относится логика к этому языку? Какие особенности у этого языка? Почему этот язык многозначный? Почему у большинства значений этого языка 2, 3, 10 разных слов, у слова «жизнь» больше 50 значений? Мы будем говорить также о способах убеждения аудитории. Или мы говорим о способах спора. Всегда ли нужно спорить? Можно ли достичь победы в споре? Даже такой вопрос возникает. Какие три споры являются корректными, какие являются некорректными? И тому подобные вещи. Вот особенности этого курса. Внимание к естественному языку и внимание к приложениям логики к конкретным нашим повседневным бытовым проблемам, вроде аргументации, спора и тому подобных вещей. Следующий наш вопрос – это основной принцип логики. Всегда было принято считать, что без знания логики нет образованного, грамотного человека. Сейчас понятие образования настолько изменилось, что эта максима стала особенно актуальной. Логика – не только практически важная наука, но это, я убеждаю вас, и интересная наука. Единственное, что нужно, чтобы испытать интерес к логике и чтобы понять то, что в ней говорится, это изменить ориентацию нашего ума. Наш ум, как правило, направлен на содержание наших мыслей. И мы никогда не задумываемся о форме наших мыслей. Более того, некоторым даже представляется, что такая невещественная, бестелесная вещь, как человеческая мысль, имеет ли она вообще форму? Но, оказывается, она имеет форму. Более того, философия говорит, что всё имеет форму и всё имеет содержание. И вот мы с вами будем говорить прежде всего о форме содержания. Основная мысль логики, её первым сформулил Аристотель. Форма наших мыслей определяет правильность или логичность нашего мышления. Правильность нашего мышления не зависит от его содержания. Мы можем рассуждать о чём угодно, правильно или неправильно, но правильность рассуждения зависит только от его формы. Форма – это способ связи частей нашей мысли. Так что тому, кто намеревается заниматься логикой, нужно твёрдо запомнить идею – мысли имеют форму. Вот это смена ориентации. Мысли имеют всё-таки форму. Как это бы не казалось странным. Самым общим образом логику можно определить, как науку о законах и операциях правильного мышления. Я приведу несколько простых примеров операций и законов нашего мышления. Все мы мыслим с вами логично в той или иной мире, и все нам они известны. Это операция определения, операция, раскрывающая содержание некоторого понятия. Например, простое число – это число, делящееся только на себя и на единицу. Проблем с этим определением нет. 7 – простое число, 6 не является простым числом. Оно делится на себя, на единицу, на 2 и на 3. Но есть и вопросы с определением. Скажем, в одном пожарном депо находилась инструкция, в которой было написано, что пожарное ведро – это сосуд, имеющий форму ведра, выкрашенный в красный цвет, и на боку которой написано «Пожвет» – определение. Нужно ли определять пожарное ведро? Нет, конечно. Как говорил еще Блес Паскаль, попытка определить то, что и само по себе ясно, способна только затемнить этот предмет. Операция деления. В сложных случаях мы называем деление классификации. Люди делятся на мужчин и женщин. Правильное деление. Люди делятся на мужчин, женщин и детей – уже ошибка. Дети ведь тоже мужчины или женщины. А люди делятся на высоких, умных, красивых и богатых. Что можно сказать об этом определении? Здесь из одних ошибок оно состоит. Далее. Операция доказательства. Сократ смертен. Все греки – люди. Сократ – грек. Значит, Сократ смертен. Это самое простейшее доказательство, известное еще с античности. Операция опровержения. Операция опровержения. Человек утверждает, нет людей, имеющих хоть одну здравую идею. Мы спрашивали, это ваша здравая идея? Он говорит, да. Ну вот. На первый случай уже одна здравая идея есть. Так что здесь неправильное опровержение. Примеры законов логики. Нельзя одновременно утверждать и отрицать одно и то же. Это так называемый закон противоречия. Закон, по поводу которого шли наибольшие споры, не затихшие до сих пор. Закон был открыт еще Аристотелем, подробно им описан. Другой закон. В любых условиях истина или само утверждение, или его отрицание. Дождь идет или не идет. Шекспир писал сонеты. Или Шекспир не писал сонеты. Если верным является утверждение, то и неверным является его отрицание. Вот это как раз закон, говорящий опять-таки о Шекспире, но подходящий к делу с другой стороны. Неверно, что он не писал сонеты, то он писал сонеты. Это так называемый закон снятия двойного отрицания. Мы можем сказать наоборот, если Шекспир писал сонеты, то неверно, что он не писал сонеты. Это закон навешивания двойного отрицания. Закон о логике бесконечно много. Если бы мы стали говорить о каждом из законов в отдельности, мы никогда не сумели бы их перечислить. Всякое движение нашей мысли, постигающей истину, добро и красоту, в конечном счете опирается на законы логики. Без законов логики нет человеческого мышления. Нет, в частности, правильного человеческого мышления. Следующий вопрос, на котором я хочу остановиться, это интуитивная логика. Все мы мыслим, и, значит, мы используем какие-то операции, законы логики. Всякий процесс нашего рассуждения основывается на законах и операциях. Нельзя считать собственное мышление естественным процессом, подобным ходьбе или дыханию, где нечему уже учиться. Логике полезно учиться. Но здесь ситуация несколько своеобразна. Мы знаем, что многие профессии логики логику не изучают. Режиссеры, актеры, художники, писатели и так далее не изучают логику. Для них главное образное мышление. А если они будут изучать логики, логика все-таки подсушивает человеческое мышление. Если они будут изучать логику, они утратят, так сказать, наивное видение свое, присущее им от природы, оригинальное видение мира. Логику не изучают представители естественных профессий, физики, химики, биологи и так далее. Но здесь проблема другая. Сами эти науки достаточно строги и точны, что изучение наук дает одновременно знание логики. Читая учебник физики, вы одновременно учитесь логике. Чаще всего логику изучают представители социальных и гуманитарных наук. Ну, еще иногда выделяют нормативные науки. Этика, эстетика. Изучение логики полезно по той простой вещи, что по той простой причине, что она позволяет совершенствовать не только собственно логические, но и другие мыслительные навыки. Она учит, в частности, абстрагироваться, обобщать, сосредотачиваться, раскрывать замысел и композицию некоторого целого, связывать части этого целого, выявлять главное, отделять его от второстепенного, усматривать необычное в обыденном и тому подобные вещи. Понимание принципов мыслительной деятельности – одно из самых ценных наших знаний. Оно дается нам интуитивно, дается, так сказать, от природы, к пяти-семи годам человек уже постигает основы логики, но потом грамматику он изучает дальше в школе, учится писать, а вот мыслить он нигде не учится. Одно время у Сталина, сидевшего на заседании Совета Министров, возник вопрос, изучают ли в наших школах логику? Почему я не слышу ни одного последовательно логичного выступления на этом заседании? Ему сказали – нет, не изучают в наших школах логику. Тогда он распорядился, человек он был быстрый на решение. Со следующего года учебного изучать логику не только в институтах, но и в средней школе. И стали изучать логику, но, чтобы изучать логику, нужно ее кому-то преподавать. Оказалось, преподавать в стране логику у нас некому. И когда в школе стали, школьники сталкиваться, когда биологам преподают логику, или физрук преподает логику, ну, что они могли подчеркнуть? Ничего полезного. И через три года так постепенно все это было прикрыто. Всякое наше рассуждение является в известной степени принуждением. Я сошлюсь на рассказ Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича». Иван Ильич заболел, тяжело страдал, семья бы мало обращала на него внимания, а у него был, судя по всему, ну, по современным диагнозам, у него был рак кишечника. И единственный слуга, который сидел с ним, беседовал, которому он клал ноги на плечи, ему становилось как будто легче. Иван Ильич ухватился за мысль, что тот пример рассуждения, которому он учился по учебнику Кизеветтера, «Кай – человек, люди смертны, поэтому Кай смертен», правилен только по отношению к Каю, но никак не по отношению к нему, к Ивану Ильичу. «Кай – человек, вообще человек. И это было совершенно справедливо, что он со временем умер. Иван Ильич был не Кай, и не вообще человек, а особенное существо. Кай точно смертен, ему правильно умирать, но не мне, Ване, Ивану Ильичу, Ванечке, со всеми моими чувствами, мыслями. Мне это совсем другое. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно». Вот тема очень простая, рассказа. Ко всем приложима логика, а вот ко мне, в данном моем конкретном, очень тяжелом случае, она не имеет отношения. Ну, ход мысли Ивана Ильича продиктован, конечно, охватившим его отчаянием. Только отчаяние способны заставить человека предположить, что верное всегда и для всех окажется вдруг неприложимым в конкретной ситуации и в определенный момент. В умении, охваченном ужасом, такое предположение не может даже возникнуть. Как бы ни были нежелательны следствия рассуждения, если рассуждение проводится правильно, мы обязаны эти следствия принять. Рассуждение – это всегда принуждение. Если мы принимаем посылки рассуждения, исходное утверждение, то мы обязаны принять и его заключение. Кай человек – все люди смертны. Нам ничего другого не остается, как принять, что или Иван Ильич человек, Иван и все люди смертны, как принять Иван Ильич смертен. Размышляя, мы постоянно чувствуем давление и несвободу. От нашей воли зависит, над чем остановить свою мысль. В любое время мы можем прекратить начатое рассуждение и перейти к другому предмету. Но если мы решили провести рассуждение до конца, то мы сразу же попадаем в сети необходимости, стоящие выше нашей воли и нашего желания. Согласившись с принятыми утверждениями, мы должны принять и все то, что из них вытекает. Допустив одно, мы автоматически лишаем себя возможности утверждать другое, несовместимое с уже допущенным. Если мы убеждены, скажем, что все металлы проводят электрический ток, мы должны признать также что вещества, не проводящие ток, не относятся к металлам. Уверив себя, что каждая птица летает, мы вынуждены не считать птицами курицу и страуса. Каждая птица летает, следовательно, страус и курица не птицы. Они не умеют летать. Из этих как раз размышлений, вот из принудительности наших рассуждений и выросла особая наука о мышлении, логика. Она говорит о правильном как раз мышлении. Это возникло, как я уже говорил, в античности. Платон, великий философ, великий человек, настаивал на божественном происхождении разума. Он считал, что разум человеку дал Бог. Для того, чтобы человек видел движение, светил на небе, улавливал движение божественной мысли и копировал все это в своем собственном поведении и движении. Что человеческая разумность это всего лишь воспроизведение той разумности, которая господствует в мире и которую мы улавливаем благодаря милости Бога. Не всегда и не все верили в Бога, и даже те, кто не верил в Бога, не всегда и не во всех случаях ссылались на Него. Это вполне естественно. Первый развернутый и обоснованный ответ на вопрос о природе и принципах человеческого мышления дал ученик Платона Аристотель. Принудительную силу наших речей он объяснил существованием особых законов, логических законов мышления. Именно эти законы заставляют нас принимать одно вслед за другим и отвергать одно вслед за другим. К числу необходимого, писал Аристотель, принадлежит доказательство, так как если что безусловно доказано, то иначе уже не может быть, и причина тому исходные посылки. Подчеркивая безоговорочность логических законов и необходимо всегда следовать им, Аристотель замечал, мышление – это страдание, ибо сколь вещь необходима, она нам в тягости. Вот здесь различия античного и современного человека. Мы ведь не считаем, что чем больше законов мы знаем, в частности, законов мышления, тем нам труднее жить. Напротив, мы говорим вслед за Фрэнсисом Бэковым, что чем больше законов мы знаем, тем шире наша свобода. Свобода не в незнании законов, как полагали античные люди, а в следовании законов. Мы знаем закон тяготения и знаем, что если мы камень выпускаем из рук, он падает вниз. Насколько это нас тяготит, если он падает нам на ноги. Знать нужно закон, а не упираться и не думать, что камень вдруг неожиданно, как комета, взлетит вверх. Аристотель I сказал, правильность мышления не зависит от его содержания. Правильно рассуждать можно о чем угодно, в том числе и о вымышленных вещах. Правильность мышления зависит только от его формы. И вторая заслуга, как я уже сказал, Аристотеля. Он построил первую логическую, простенькую теорию мышления, теорию так называемого силогизма. То есть рассуждений с посылками все есть, все не есть, некоторые есть, некоторые не есть. Что из этих посылок можно вывести? В своем развитии логика прошла после Аристотеля два этапа. Первый этап продолжался до середины 19 века. Логика развивалась очень медленно. Ею занимались активно в средние века, но никаких особых достижений не было. А в 19 веке в логике произошла революция. Особенность развития науки, как и особенность развития каждого объекта, в том, что оно никогда не идет равномерно до определенного периода подъем-подъем, может быть, медленный, может быть, даже спад, а потом все здание разрушается, и появляется на этом месте совершенно новая наука, скажем, физика. Развалили в 20-е годы физику ньютоновскую, классическую, как мы ее называем, и построили новую физику квантовую. Придет время, откажемся мы от теории относительности. Уже сейчас есть факты, с которыми она несовместима. Мы от этой теории откажемся, в физике произойдет революция, и будет построена новая физика. Вот так же было и в логике в 19-м веке. Ирландский математик Буль предложил простенькую теорию, одну статейку, и с этой статейки началось очень энергичное движение. Затем немецкий логик Готлап Фреге попытался математику свести к логике и написал книгу «Основание арифметики». Английский молодой логик Бертон Рассел написал Фреге письмо, что в вашей теории есть противоречия. Фреге долго сидел, второй том уже готов к изданию, Фреге долго сидел, пытаясь исправить это противоречие, и в конце концов в этом томе только приписку сделал, что вот Рассел сообщает мне, что есть противоречие, но как это противоречие устранить, я не знаю. Противоречие, казалось бы, простое, но оно касалось фундаментального понятия Фреге, понятия множества или понятия класса, или как Рассел по этой противоречии перефразировал, но уже на таком бытовом жаргоне, что вот совет деревни парикмахера назначает и говорит, что будешь брить только тех, кто не бреется сам. Хорошо, ясное распоряжение, но парикмахер на следующий день встает и думает, а как быть с самим собой? Если я буду бриться, то я буду относиться к тем, кто бреется сам, а этих я не должен брить. Не буду бриться, я буду относиться к тем, кто не бреется сам. Таких я должен брить. И парикмахер в недоумении. Ну, парикмахер – это вещь простая, это иногда называют псевдопарадокс, потому что, ну, такого парикмахера в деревне просто не может быть, а вот с множествами проблема оказалась очень сложной. Фреги не сумел решить эту проблему. Эту проблему взялся решать раз вместе с английским математиком Альбертом Уайтхидом. Это начало девятисотых годов прошлого века. И они в девятьсотодиннадцатом, девятьсоттринадцатом году написали двухтомник «Принципия математика», где изложили основы современной логики и сделали попытку разрешить вот этот парадокс парикмахера с помощью теории типов, так называемых, то есть разбивая языковое выражение на типы. Красный – это цвет, один тип. Этот дом красный – это совсем другой тип. Во всякой науке в определенный период происходит революция. Такая революция произошла в химии. Помните теорию флагистона? Может быть, сейчас, наверное, в школе ее не упоминают, что есть такое горючее вещество, благодаря чему происходит горение? Во всех веществах, способных к горению, содержится флагистон. И вот благодаря флагистону они и горят. Лава Альзе сказал, что при чем здесь флагистон? Какое особое вещество? Горение – это окисление. И главное, что нужно для горения – кислород. Без кислорода нет никакого окисления, нет, соответственно, горения. И началась революция в химии. С Ньютона началась революция в физике, а потом в конце 19-го, в начале 20-го века новая революция в физике. Вот так же и в логике. Периодически идет медленно развитие, и кажется, что и развития никакого нет, и идей никаких нет. А потом вдруг появляется маленькая статейка, и начинается совершенно новый этап развития данной дисциплины. Логику после Аристотеля и до середины 19-го века, до Джорджа Буля, принято называть традиционной логикой. А логику после середины 19-го века принято называть современной логикой. Иногда ее называют также математической логикой. Иногда называют символической логикой. Математической. Почему? Да, потому что она использует те методы, которые давно уже, тысячелетиями, использовались в математике. И первым Лейбниц сказал, ну, за 200 лет до 19-го века, Лейбниц сказал, что доказательство это вычисление. Такое же, как сложение, умножение, деление и так далее. Доказательство это вычисление. И нужно только установить ясные правила этого процесса вычисления. Математики тянут к техническому аппарату. философы хотели бы содержательные проблемы какие-нибудь обсуждать. Но что из этого будет, наше дело подождать и посмотреть. Сейчас развитие логики несколько замедлилось. Никаких радикальных открытий здесь нет. Логика из тех наук, которые, видите, появился Аристотель неожиданно совершенно, а потом 2000 лет молчания. Не потеряйте интересы и мы вернемся к этим темам. И я расскажу, продолжу свои беседы по логике. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Итак, давайте мы остановимся на вопросе что значит рассуждать логично. Мы часто говорим логично нелогично мышление, рассуждение и так далее. Что это означает? Я сначала приведу пару примеров формальных требований к мышлению. Нельзя принимать некоторые утверждения не принимая вместе с тем все то, что вытекает логически из них. Другой пример. Невозможное не является возможным, доказательно не является сомнительным, обязательно не является запрещенным и так далее. Здесь ясен формальный характер этих правил. эти правила не зависят конечно от конкретного содержания мышления, от того, что именно утверждается или отрицается, что считается возможным или невозможным. Задача логического исследования это обнаружение и систематизация схем правильного рассуждения. Эти схемы и называются законами логики. Человек мыслит по определенным законам или как мы проще говорим по определенным схемам. Отсюда понятна важность данных законов. Французский дипломат Толеран однажды заметил, что реалист не может долго оставаться реалистом, если он не идеалист. И идеалист не может долго оставаться реалистом, если он нереалист. Вот применительно к нашей теме, к беседам о логике, эту фразу Толерана можно так перефразировать. Две основные опасности подстерегают исследование логики человеческого мышления. Ну, с одной стороны, логика отталкивается от реального мышления, но она дает абстрактную его модель. И это нужно постоянно учитывать. Прибегая к абстракциям высокого уровня, логика не должна отрываться от конкретных данных в опыте процессов рассуждения. с одной стороны, нужно исходить из конкретных рассуждений и не слишком отклоняться и отрываться от них, но с другой стороны, нужно помнить, что описать мышление без искусственных этих схем мы просто не в состоянии. Как и математика, логика не является эмпирической или опытной наукой, но стимулы к развитию к своему она черпает из практики реального мышления. Изменение этой практики ведет к изменению и самой логики. Развитие логики всегда было связано с развитием мышления своего времени. Именно это мышление дает логике материал, из которого она извлекает форму, законы и тому подобные вещи. Логическая правильность оказывается в итоге очищением систематизации и обобщением практики мышления. Современная логика с особой наглядностью подтверждает это. Она активно реагирует на изменения в стиле и способе научного мышления, на осмысление его особенностей в теории науки. Сейчас логическое исследование научное знание активно ведется в целом ряде как давно освоенных, так и новых областей. Можно выделить четыре основных направления этого исследования. Во-первых, анализ логического и математического знания. Далее, применение логики логики к опытному знанию. Далее, применение логики к анализу оценочно-нормативного знания. Человек действующее существо, вся его деятельность, все его мышление пропитано оценками и нормами, и нужно их логически изучать. У них есть определенные особенности. Применение логического анализа в исследовании приемов и операций, постоянно используемых во всех сферах научной и повседневной деятельности. Это определение, деление, доказательства, опровержение и тому подобное. Логика не только используется в практике научного познания, но и сама получает мощные стимулы из этой практики. Я скажу несколько слов об интуитивной логике. Все-таки все мы умеем рассуждать, все мы обладаем логикой определенной. Это как раз то, что мы называем интуитивной логикой. Эта интуитивная логика осваивается человеком к 5-7 годам его жизни. Вот это тот период, когда он усваивает элементы логики и начинает мыслить логично. Но эта интуитивная логика у многих остается на всю жизнь, и они не пытаются никак совершенствовать ее. Правильно рассуждает человек, когда говорит, если бы шел дождь, земля бы была мокрой, но дождя нет, земля не мокрая. Рассуждение интуитивно оценивается обычно как правильное, но достаточно небольшого размышления, чтобы убедиться, что это не так. Верно, что дождь, земля мокрая, но если дождя нет, из этого не следует, что она сухая. Она может быть мокрой после вчерашнего дождя, после таяния снега ее может палить дворник. Так что если бы шел дождь, земля была бы мокрой. Это совершенно верно. Но то, что дождя нет, не означает, что земля не мокрая. Так что интуитивная логика в таких даже простых, казалось бы, случаях нас может подводить. И вот закон, который лежит в основе этого рассуждения, закон, который был открыт вскоре после Аристотеля древнегреческим философом, стоиком Филоном. Если есть первое, то есть второе. Второе есть, значит, есть первое. Это неправильный закон, неправильное рассуждение. Мы можем проиллюстрировать неправильность какой-то схемы с помощью простых примеров. Логические законы от истинных утверждений всегда ведут к истинным утверждениям. Здесь же мы можем подобрать такой пример. Если у человека повышенная температура, он болен. У человека нет повышенной температуры. Следует ли из этого, что он не болен? Нет, разумеется, у него может быть диабет. Психологи занимаются проблемой связи мышления с культурой, с социальной жизнью. Они предполагают, что люди разных эпох, люди разных культур рассуждают по-разному. Ни к чему определенному эти исследования пока не привели, но они показали, что процент логических ошибок в наших рассуждениях является очень высоким. И причем, как это ни странно, он не зависит обычно от уровня образования человека. Как-то логичность, последовательность, доказательность как бы дается от природы или как-то человек схватывает ее сам. Психологи сопоставляли племя Дэмбу, это в Либерии, в Африке, земледельцы, обычные крестьяне африканские, люди совершенно неграмотные, и студентам американских колледжей. И оказалось, что и в том, и в другом случае процент ошибок почти одинаков. умные американские студенты ничуть не отличались в смысле логической грамотности, логической последовательности от этих либерийских крестьян. Предлагалась, в частности, такая задача, представленная в форме сказки. Два человека, ну, я беру тот вариант, который предлагался в Африке. Два человека, которых звали Флюмо и Якпало, захотели жениться. Они отправились на поиски невесты, захватив с собой подарки, наверное, так у них принято, деньги и болезнь. Зайдя в дом, в котором жила красивая девушка, они сказали хозяину, «Если ты не выдашь дочь за одного из нас и не примешь его подарки, тебе придется плохо». Флюмо сказал, «Ты должен взять деньги и болезнь». Якпало сказал, «Ты должен взять деньги или болезнь». «За кого из них выдал хозяин свою дочь?» Ну, ответ на этот мы не студенты американского колледжа, мы можем сразу ответить, что конечно за второго. Лев Толстой сказал о первых годах своей жизни, «Разве не тогда я приобрел все то, чем я теперь живу, и приобрел так много и так быстро, что за всю остальную жизнь я не приобрел и сотой доли того, от пятилетнего ребенка до меня только шаг, а от новорожденного до пятилетнего страшное расстояние. Творчество без всяких ограничений это просто фантазия. Законы логики стесняет человеческое мышление не больше, чем любые научные законы. Тот изучает физику тоже подсушивает свое мышление, изучающие математику подсушивают мышление. Логичность сама по себе не исключает ни интуицию, ни фантазию. Были прекрасные логики, скажем, математик Гильберт, математик Брауэр, Бертран Рассел, которые писали не только книги по логике, но и писали не художественные романы, но что-то близкое к романам. Они писали истории философии, истории математики, но так написанные, что зачитаешься. Дилемма либо логика, либо интуиция, конечно же, несостоятельна. Даже детская игра подчиняется определенным ограничениям. Нельзя не считаться с ограничительными принципами логики и пытаться создавать иллюзию, будто можно обходиться без таких принципов. Надо максимально овладеть этим принципом. Что мешает человеку? Не в сами принципы, не знания законов логики, физики, химии и так далее, а неумелое владение ими, неглубокое понимание их. Нужно сделать их применение, этих принципов естественным и свободным, не затрудняющим движение нашей мысли. Только в этом случае станет возможным подлинное творчество. Оно предполагает ведь способность не только выдвинуть новую идею, но и способность обосновать эту идею. А какое обоснование без логики? Разумеется, без логики обоснования не существует. Логика это всего лишь элементарная дисциплина мышления. Она важна, это несомненно, но следование законом и принципам логики, будучи предпосылкой правильного и эффективного мышления является только одним из требований к нашему мышлению. Нелогичное мышление, мышление, не соблюдающее принципы логики, это попросту сумбур и хаос. Логика представляет собой элементарную дисциплину мышления. Но искусство совершенно мыслить, я уже не употребляю слово логически, правильно мыслить, искусство совершенно мыслить, предполагает не только логическую последовательность, но и многое другое. Это стремление к истине, интеллектуальную честность, творчество и смелость, критичность и самокритичность, неуспокоенность ума, умение опереться на предшествующий опыт, умение выслушать и принять другую сторону, если она права, способность аргументированно отстаивать свое утверждение и так далее. Законы мышления. В логике, как и во всякой науке, главное это законы. Логических законов бесконечно много и в этом ее отличие от большинства наук, хотя ни одна наука не может сказать, сколько у нее законов. Самым известным законом логики и мы с этого начнем как раз, является так называемый закон противоречия. Он говорит о противоречии, а поскольку он запрещает противоречия, изредка его называют законом непротиворечия. Он говорит о яде противоречия, который не допустил человеческом мышлении. Этот закон сформулировал еще Аристотель, хотя, в общем, до Аристотеля были предварительные формулировки данного закона, но у древних греков столько всего было, что одни утверждали закон противоречия, другие отрицали его и так далее, но Аристотель сказал об этом законе недвусмысленно и ясно. Закон противоречия говорит о высказываниях, одно из которых отрицает другого. Дождь идет, дождь не идет. Два четное число и два не является четным числом. утверждение и его отрицание. Эти вещи очень важно понимать, поскольку если мы утверждение и отрицание понимаем не как противоположности друг друга, то у нас вообще от логики ничего не останется и от законов ничего не останется. Пять четное число это это противоречие. Пять четное число и пять нечетное число это не противоречие. Если мы пять нечетное число понимаем в ином смысле чем неверно, что пять четное число. Противоречие два утверждения, одно из которых является отрицанием другого. Идея, выражаемая законом противоречия, проста Высказывание и его отрицание не могут быть одновременно истинными Мы, если бы у нас была возможность, могли бы высказывание обозначить А, отрицание не А Тогда что говорит закон противоречия? Неверно, что А и не А А и не А не могут быть одновременно истинными Это и есть закон противоречия Солнце звезда, и Солнце не является звездой Человек разумное существо, и вместе с тем человек неразумное существо В исторических материалах Козьмы Прудкова нашел отражение такой любопытный эпизод Некий весьма умный 14 века ученый Справедливо германскому императору заметил «Отыскивая противоречия, нередко на мнимые наткнуться можно и в превеликое от того и смеху достойное положение войти Не явно ли в том, ваше величество, противоречие, что люди в теплую погоду Обычно в холодное платье облачаются А в холодную носу против того завсегда теплое одевают Есть ли здесь противоречия? Применительно к нашей теме можно сделать такой вывод Находить, видеть логические противоречия там, где их в самом деле нет Действительно наклонность, как говорит Козьма Прудкова Действительно способна вести к ошибкам Осень настала и еще не настала Что имеется в виду? Если подразумевается, что хотя по календарю уже осень Но тепло, как летом Никакого противоречия здесь, разумеется, нет Осень настала и неверно, что осень настала Вот где противоречия В воде Бог В общем, в вдохновенном гимне человеческому разуму Гавриил Державин пишет Я телом в прахе истлеваю Умом богам громам повелеваю Я царь, я раб Я червь, я Бог Здесь нет противоречия Отношение логики к противоречиям лишено, конечно, двусмысленности Противоречие запрещено Где есть противоречия, там логика, конечно же, поколеблена Существуют многообразные случаи неявных противоречий Никто ведь прямолинейно не утверждает в обычной жизни Дождь идет и дождь не идет Или неверно, что дождь не идет Противоречие вкрадывается в утверждение, как правило, в завуалиранном виде Но в конце концов его легко обнаружить Вот в начале века этого, когда автомобилей стало довольно много В одном английском графстве было издано распоряжение Если два автомобиля подъезжают к перекрестку одновременно То каждый из них должен ждать, пока проедет другой Ясно, что это противоречивое распоряжение Сколько ждать? Так можно до скончания света ждать У детей популярны головоломки такого типа Что произойдет, если всесокрушающее пушечное ядро попадет в несокрушаемый железный столб? Да ничего мы можем, как начинающие логики, мы можем ответить Ничего не произойдет Нет такого ядра Если есть столб, то нет такого ядра Если есть всесокрушающее пушечное ядро То нет несокрушимого железного столба И наоборот, если есть несокрушимый железный столб Покажите мне это всесокрушающее пушечное ядро Однажды актер, исполняющий эпизодическую роль слуги И захотел чуть-чуть увеличить свой текст И сказал Сеньор, немой явился Но этот актер взял и добавил И хочет с вами поговорить Давая партнеру возможность исправить ошибку Другой актер ответил А вы уверены, что он немой? Во всяком случае, он сам так говорит Ясно, что этот говорящий немой Это ясное противоречие Это так же противоречиво, как знаменитый разбойник Четвертованный на три неравные половины Если он четвертован, четыре части Почему их три? И что значит неравные половины? Если половины, то две И неравные половины Противоречие может быть и более скрытным Марк Вен рассказывает о том, как один репортер брал у него интервью И говорит, что Репортер спрашивает Если у вас брат Да, мы звали его Биль Бедный Биль Так он умер Мы никогда не могли узнать этого Глубокая тайна парит над этим делом Мы были усопши и я Двумя близнецами И имея две недели от роду Купались в одном корыте И вот я открою вам Такую тайну Которую не сообщал еще никому У одного из нас был знак Родимое пятно на левой руке И этим человеком со знаком был я Так вот Ясно, что разговор противоречивый Если бы утонул тот, кто дает интервью Как он мог рассказывать бы Кто бы рассказывал Биль бы рассказывал О том, что у кого был знак У кого не было знака А тот, кто утонул в лохане В которой он купался вместе С братом-близнецом Ничего не способен рассказывать Странно, говорит репортер Но вы-то что об этом думаете? Ну, Марк Твен так Репортера и отводит в сторону В процессе разговора Скрытое противоречие является стержнем И маленького рассказа Польского писателя-юмориста Лепинского Жан-Марк Натюр Известный французский художник-портретист Долгое время не мог схватить сходство С португальским послом Которого он рисовал Расстроенный неудачей Он уже собирался бросить работу Но перспектива высокого гонорара Склонила его к продолжению Когда портрет близился к завершению И сходство было уже почти схвачено Португальский посол покинул Францию И портрет остался с не схваченным сходством Натюр продал его очень выгодно Но с этого времени решил Сначала схватывать сходство И только после этого писать портрет А не приступать к написанию портрета Не схватив заранее сходство Ясно, что здесь скрытое Завуалированное противоречие Уловить сходство Несуществующего портрета с оригиналом Так же невозможно, как невозможно Написать портрет, не написав его В комедии Козьмы Пруткова Фантазия Она однажды всего ставилась в императорском театре Царь досидел Ну, просидел треть представления И ушел И после этого представления закончилось Все было хорошо Но после этого пьесу не возобновляли Вот в этой фантазии Некто беспардонный Один из героев Намеревается продать портрет Одного знаменитого незнакомца И говорит Очень похож Но если мы о человеке ничего не знаем Он незнакомец То как мы можем сказать Что очень похож на свой портрет Здесь ситуация обратная С Натюром Если оригинал неизвестен И портрет О портрете нельзя сказать Что он очень похож Гоголь не жаловал чиновников В мертвых душах Он отзывался с ним О них с большим сарказмом Он пишет о них Они были более-менее люди просвещенные Кто читал Карамзина Кто московские ведомости Газета в те времена выходила Кто даже и совсем ничего не читал Вот такие были просвещенные люди Хороша же эта просвещенность Если для нее достаточно читать газет Я вспоминаю детскую поговорку По утрам читай газету Прокурором станешь к лету Мы не принимали даже в детстве Это всерьез И чтение московских ведомостей Я не думаю давало просвещенность Испанский писатель Кеведа Так озаглавил свою книгу Книга обо всем и о многом другом Здесь сразу возникает вопрос Книга обо всем А где место для всего другого? И может ли быть это что-то другое? Тем не менее Кеведа это не смутило И он противоречие поставил в заголовок книги Классическая фигура стилистики Так называемый оксюморон Пышная природа увядания Пушкин Или тот же Пушкин Свеча темно горит Темно это не светло Горит свеча Дает свет Свеча темно горит Живой труп Лев Толстой Ваш сын прекрасно болен Владимир Маяковский Болезнь это несчастье А он прекрасно болит Все это конечно оксюмороны А в строках стихотворения Ахматовой Смотри Ей весело грустить Такой нарядно обнаженной Сразу два оксюморона Грустно весело Это антонимы А ей весело грустить И обнажена Раздета Значит раздета А не одета Нарядно обнажена Девушка на балу На первом балу По-моему там речь идет Один поэт сказал О Державине Державин Врал правду Екатерине Оксюморон конечно Как можно врать правду Но лучше о том Что делал Державин Пожалуй что и не скажешь Без вот этого противоречия Я хочу подвести К простой очень мысли Конечно противоречия Для С точки зрения логики смерти подобно Логика стремится Избавиться от противоречий Но в нашей Наша обычная жизнь Очень сложна И в ней есть место Для очень многого И как мы видим Находится место Даже для противоречий Книга обо всем И еще о многом другом Так хорошо и не скажешь Или Врал правду Екатерине Без противоречия Так хорошо и не скажешь Художественная выразительность Иногда дороже Логической последовательности И внутренней Непротиворечивости Рассуждения Катул писал В первом веке Да Ненавижу И вместе Люблю Как возможно Ты спросишь Не объясню я Но чувствую так Смертно Томясь Ненавижу И люблю Ну Можно перефразировать Так что прямое Противоречие Было Ну ясно что Здесь Вечь идет О противоречивых Состояниях души Но они возможны Противоречия Недопустимы В науке Хотя Определить Содержит ли их Конкретная теория Или нет Достаточно Сложно Начало Это века Прошло В бурных Спорах По поводу Того Является Ли Знаменитая Теория Множеств Лежащая В основе Всей математики Внутренне Противоречивая Это вопрос до сих пор Не решен И судя по всему Так и не будет решено Она охватывает всю математику И доказать Не противоречива ли математика Не удается Если теория допускает Аксиоматическую формулировку Вот скажем Как простенькая Геометрия Евклида Которую обычно Изучают в школе Хотя сейчас она преподается В очень сложной форме Я как-то читал учебник геометрии Евклида Думаю Господи Я этого не учил Я этого не понимаю Механика Ньютона Здесь можно аксиоматизировать Здесь можно доказать непротиворечивость Но если Теория множеств Нельзя аксиоматизировать Она до сих пор не аксиоматизирована То есть не выделен Круг утверждений Из которых были Выводимы Все другие утверждения До сих пор не аксиоматизированы Я вот Недавно писал Относительно Теории Выбора Аксиомы выбора И аксиомы детерминации Они противоречат друг другу Они несовместимы Но Некоторые математики говорят Давайте примем теорию выбора Из нее очень много Полезных следствий А другие говорят Нет, ни в коем случае Только теория детерминации Аксиома детерминации Если теории не удается Аксиоматизировать То доказать ее Непротиворечивость В сущности Невозможно Не потеряйте интересы И мы вернемся К этим темам И я расскажу Продолжу свои беседы По логике Уважаемые телезрители Спасибо вам За внимание И всего вам доброго До новых встреч В прошлый раз Мы с вами Говорили о том Чем занимается Логика И когда возникла Эта наука И остановились На следующей теме Что представляет собой Законы логики Логики Как и во всякой Научной дисциплине Главное Это научные законы Особенность логики В том Что в логике Бесконечное множество Логических законов Мы сейчас Продолжим Рассмотрение Этих законов Но Разумеется Мы все их Не сможем Рассмотреть Мы обсудим Только наиболее Употребительные Законы И наиболее Простые В известном Смысле Законы Итак Мы с вами говорили О законе Противоречия Я сделаю Несколько Заключительных Замечаний Об этом Интересном И постоянно Вызывающем Споры Закон Если ввести Понятие Истины И лжи То закон Противоречия Можно сформулировать Так Никакое Высказывание Не является Одновременно Истинным И ложным С этой точки зрения Как мне кажется Закон Противоречия Звучит Особенно Убедительно Истина И ложь Это две Несовместимые Характеристики Высказывания Истинное Высказывание Это то Высказывание Которое Соответствует Действительности Ложное Высказывание То Которое Не соответствует Действительности И Трудно Понять Что означает Такому Случаи Сами Понятия Истинные Лжи Если мы Говорим Что что-то Является Одновременно Истинным И ложным Дважды Два Четыре И неверно Что дважды Два Четыре Что Сама Истина Означает Тот Кто допускает Противоречие Вводит В свои Рассуждения Ложное Высказывание Тем Самым Он стирает Границу Между Истиной И ложью Что Разумеется Недопустимо Римский Философ Стоик Эпиктет Раб Одного Из Телохранителей Императора Нерона А затем Секретарь Самого Императора Так Обосновывал Необходимость Закона Противоречия Я хотел бы Быть рабом Человека Не признающего Закона Противоречия Он велел бы Мне подать Себе вина Я дал бы ему Уксуса Или еще Чего Похуже Он возмутился бы Стал бы кричать Что я даю ему Не то Что он спросил А я сказал бы ему Ты не признаешь Ведь закона Противоречия Стало быть Что вино Что уксус Для тебя Одно и то же Разницы Между истиной И ложью Для тебя Не существует И необходимости Ты не признаешь Стало быть Никто не в силах Заставить тебя Воспринимать Уксус Как что-то плохое А вино Как что-то хорошее Пей уксус Как вино И будь доволен Или так Хозяин велел Побрить себя Я Отхватываю ему Бритвою Ухо Или нос Опять Начинаются Крики Но я повторил бы Ему Свои рассуждения И все делал бы В таком роде Пока Не заставил бы Хозяина Признать Истину Что необходимость Непреодолима И закон противоречия Всевластен Вот рассуждение Раба Каким-то странным образом Будучи рабом Тем не менее Изучил Аристотелевскую логику Смысл эмоционального Комментария Эпиктета Сводится к тому Что Согласно Другому закону Логики Из противоречия Следует Все что угодно Если мы говорим Что Дважды Два Четыре И неверно Что дважды Два Четыре Из этого Следует Что луна Сделана Из зеленого Сыра Ясно Что Это Бессмыслится В реальной Жизни Конечно Все обстоит Не так страшно Как Это говорит Логическая Теория Если в научной теории Встречается Противоречие То Ученый Не впадает В панику Не отрезает Ухо себе Или нос Пытается Найти Тот шаг На котором Возникло Противоречие И затем Устранить Этот шаг И тем самым Устранить Противоречие Чаще всего Противоречие Просто отграничивается От других Утверждений Теории Входящие В теорию Утверждения Проверяются Перепроверяются До тех пор Пока противоречие Не будет Устранено Противоречие Как мы Говорили Уже Прошлый раз Недопустимо Разумеется В строгой Теории И тем более В научной Теории Здесь Оно Смешивает Всегда Истину С ложью А Здесь Это Особенно Опасно Но мы С вами Должны Прекрасно Помнить Что наша Речь И наше Общение Друг с другом Опирающиеся В конечном Счете На логику Имеет Много Разных Задач Логичным Быть Важно Но Это Не Самая Первостепенная Задача Нужно Быть И Хорошо Относящимся К собеседнику И Хорошо Настроенным И Смешливым И так Далее И Логика Не Всегда Этому Способствует Противоречие Может выступать В основе В качестве основы Какого-то сюжета Или рассказа Вот я Рассказывал вам О Маркетвене У которого Был якобы Близнец Брат Биль И который Утонул В Лохане Когда Их купали Еще Младенцами И Рассказчик Затрудняется Ответить Кто Утонул Он Сам Или Биль Разумеется Утонул Если Был Биль В самом Деле Утонул Биль Если Утонул Рассказчик Он И рассказывал Всю Эту Историю Настоящие Художники Слова Пишет Лингвист Фослер Всегда Сознают Метафорический Характер Языка Они Все Время Поправляют И дополняют Одну Метафору Другой Позволяя Словам Противоречить Друг Другу И заботясь Лишь О связности И точности Своей Мысли Так что Реальное Мышление И тем более Художественное Мышление Не сводится К одной Только Логичности В реальном Мышлении Важно все И ясность И неясность И доказательность И зыбкость И точное Определение И чувственный Образ В нем Может оказаться Нужным И противоречие Если оно Служит Каким-то Художественным Целям Оксюмороны Которые Я приводил В связи с этим Как раз Хорошо Говорят Об этом Саммерсет Моэм В романе Луна и Грош Пишет Все мы Полны Противоречий Каждый Из нас Просто Мишанина Несовместимых Качеств Учебник Логики Скажет Вам Что Абсурдно Утверждать Будто Желтый Цвет Имеет Цилиндрическую Форму А благодарность Тяжелее Воздуха Но В той Смесье Абсурдов Которая Составляет Человеческое Я Желтый Цвет Вполне Может Оказаться Лошадью С тележкой А благодарность Серединой Будущей Недели Этот Отрывок Хорошо Выражает Прямую Сложность А не Редко И прямую Противоречивость Нашей Духовной Жизни И Даже Нашего Мышления Наше мышление Далеко не всегда Логично И не всегда Нужно требовать Что оно Было Таковым Перейдем К другому Очень известному И очень Интересному Логическому Закону Это так называемый Закон Исключенного Третью Он устанавливает Связь между Противоречивающими Друг другу Высказываниями И опять-таки Идея Выражаемая Им Представляется Поначалу Простой И очевидной Из Противоречивших Высказываний Одно Является Истинным Закон Противоречия Говорит о том Что Из Противоречивших Высказываний Одно Является Ложным А закон Исключенного Третью Говорит Что Одно Из Противоречивших Высказываний Истинным Конкретными Приложениями Этого Закона Является Например Высказывание Аристотель Умер В 322 Году До Нашей Эры И Не вер Аристотель Не умер В этом Году Личинки Мух Имеют Голову И Личинки Мух Не имеют Головы Какое-то Из этих Двух Высказываний Должно Быть Истинным Истинность Отрицания Равнозначно Ложность И утверждение В силу этого Закон Исключенного 3 Можно Передать И так Каждое Высказывание Является Или Истинным Или Ложным Само Название Выражает Его Смысл Дело Обстоит Так Что Описываемое В ситуации Высказывание Ситуация Единственно Возможно Никакого Третьего Варианта Не может Быть Либо Верно Одно Либо Верно Другое Рассказывают Историю Про владельца Одного Собаки Который Заключал Спор Что Его Собака Выполнит Любую Его Команду И Действительно Он Всегда Выигрывал Этот Спор По той Простой Причине Что Команды Он Отдавал В форме Закона Исключенного Третьего Он Командовал Собаке Эй Залай Или Не лай Что Могла Сделать Собака Она Лаяла Или Не лаяла И она Выполняла Команду Принеси Мне Палку Или Не приноси Палку Ясно Что Собака Команду Эту Тоже Выполняла Человек Говорит Прозой Или Не Говорит Прозой Кто-то Рыдает Или Не Рыдает Других Вариантов Не Существует Закон Против Исключенного Третьего С иронией Обыгрывается В художественной Литературе Причина Иронии Понятна Не знать Этого Закона Значит Быть Весьма Наивным И Не очень Грамотным Человеком Все мы Знаем Этот закон Другое дело Мы не можем Не знать Его название Мы можем Не дать Его точные Формулировки Но мы Прекрасно Представляем Что дело Всегда Обстоит Так Или Первое Или Не Первое В комедии Мольера Мещанин Во дворянстве Есть такой Диалог Вот Господин Журден Говорит А теперь Я должен Открыть Вам секрет Я влюблен В одну Великосветскую Даму И мне Хотелось Бы Чтобы вы Написали Ей записочку А я Уроню Эту записочку К ее ногам Учитель Философии Он как раз Учился Философии Учитель Философии Спрашивает Конечно Вы хотите Написать Ей стихи Нет Только Не стихи Стихов Я не хочу Вы Предпочитаете Прозу Нет Я не хочу Ни прозы Ни стихов Учитель Философию Разводит Руками Так нельзя Или то Или другое Почему Спрашивает Господин Журден По той Причине Сударь Что мы Можем Излагать Свои мысли Не иначе Как прозой Или стихами Все Что не Проза То стихи А что не Стихи То проза В известной сказке Льюиса Кэрролла Алиса В зазеркале Белый рыцарь Наберевается Спеть Алисе Очень красивую песню Когда я пою Эту песню Говорит он ей Все рыдают Или И делает паузу Алиса спрашивает Или что делают Или говорит Не рыдают Разумеется Все рыдают Или не рыдают В сказке Алексея Толстого Золотой ключик Народный Рыцарь Лекарь Богомол Заключает После осмотра Буратино Одно из двух Или пациент Жив Или он Умер Если он Жив Он останется Жив Или не Останется Жив Если он Мертв Его можно Оживить Или нельзя Оживить Ясно Что здесь Никакое Немедицинское Рассуждение Это повторение Закона Исключенного Третьего Или жив Или не жив Или Останется Жить Или не Останется Жить Его можно Будет Оживить Или его Нельзя Будет Оживить Это закон Исключенного Третьего В разных Его Вариациях Оба Закона И закон Противоречия О котором Шла речь И закон Исключенного Третьего Были Известны Еще до Аристотеля И о них Шли Споры В древнегреческой Философии Аристотель Однако Первым Дал ясные Формулировки Данным Законом Подчеркнул Их Важность Для понимания Вмышления И вместе С тем Выразил Определенные Сомнения В универсальной Приложимости Второго Из этих Законов Закона Исключенного Третьего Невозможно Писал Аристотель Чтобы В одно И то же Время Было И не было Присуще Одному И тому же В одном И том же Отношении Это Конечно Самое Достоверное Из всех Начал Такова Формулировка Закона Противоречия И одновременно Предопреждение О необходимости Сохранять Одну И ту же Точку Зрения В высказывании И в его Отрицании Высказывания И его Отрицания Должны Полностью Совпадать Друг с другом За исключением Слов Неверно Что Или Слова Нет Аристотель Полемизировал С теми Кто сомневался В справедливости Данного Закона Не может Кто бы то ни было Считать Одно и то же Существующим И несуществующим Как это По мнению Некоторых Утверждает Философ Гераклит Об Аристотеле Идет Так же Живущая И в наши Дни Традиция Давать Закону Противоречия Закону Исключенного Третьего Да и другим Логическим Законам Три Разные Истолкования Три Разные Интерпретации В одном Случае Закон Противоречия Допустим Истолковывается Как принцип Логики В другом Случае Он Истолковывается Как утверждение Об устройстве Самого Окружающего Нас Мира И в третьем Случае Он Истолковывается Как истинно Психология Человек Предрасположен Психологически К тому Чтобы не Говорить Одновременно А И не А Нередко Полагают Что эти Три Варианта Одно И то же Однако Это не так Во-первых То что Касается Психологии И то Что касается Внешнего Мира Это Должно Быть Результатом Эмпирического Опытного Исследования А Вот То что Касается Логики Здесь мы Не можем Обратиться К опыту Логика Не является Эмпирической Опытной Наукой Аристотель Сомневался В приложимости Закона Исключенного Третьего К законам О будущих Событиях К высказываниям О будущих Событиях В настоящий Момент Наступление Некоторых Из них Еще Не Предопреждено Нет Нет Причины Ни для Того Чтобы Они Произошли Ни для Того Чтобы Они Не Случились Через Сто лет В этот День И в этом Месте Будет Идти Дождь Нет Причины Ни для Первого Высказывания Ни для Второго Высказывания Это Неопределенное Высказывание Но закон Исключенного Третьего Утверждает Что Или Высказывание Или Его Отрицание Истинно Так что Мы по поводу Всякого Высказывания Должны Сказать Истинно Оно Или Нет В девятнадцатом Веке Я уже Упоминал Это Немецкий Философ Поверхностный Немецкий Философ Гегель Презрительно Отзывался О законах Логики И в частности О законе Исключенного Третьего Он Приводил Такой Пример Логик Он Не знал Он Был Теолог По образованию Представления О логике У него Были Весьма И Весьма Смутные Он Приводил Такой Пример Вот Ответьте Мне Пожалуйста Два Высказывания Дух Является Зелёным И Дух Не Является Зелёным Какое Из Этих Двух Высказываний Истинно Или Скажем Привидение Зелёное Если Перевести На Быть Другой Страны Привидение Незелёное Оба Эти Высказывания Являются Бессмысленными Насколько Это Бессмысленные Высказывания Гегелевская Критика Логических Законов Опиралась Как это Нередко Бывает И Бывало В истории Логики На Предание Им Того Смысла Которого Они Не И Приписывания Им Тех Функций Которые Они Не Выполняют Сделанные Вскользь Вскользь Разрозненные И Недостаточно Компетентные Критические Замечения Гегеля В адрес Формальной Логики Получили К сожалению Широкое Распространение Особенно В нашей Стране И Особенно В советское Время В логике В конце 19 Начале 20 Века Произошла Научная Революция Возникла Современная Или математическая Символическая Логика Но Даже Огромные Успехи Достигнутые Современной Логикой Не Смогли Окончательно Искоренить Тех Ошибочных Представлений О ней У истоков Которых Стоял Гегель Так Что Гегель Нанес Настолько Большой Вред Формальной Логике Своей Неграмотной Критикой И своими Неграмотными Рассуждениями О ней Это говорит Немецкий Историк Шольц Что Этот Вред Трудно Переоценить И сейчас Но Вместе с тем Закон Исключенного Третьего Подвергался И В общем-то Достаточно Обоснованной Критике И Одним Из таких Критиков Был Голландский Математик Брауэр В начале Прошлого Века Он написал Статью Сначала Три страницы Потом Четыре Страницы И Третья Статья Была Чуть Побольше Но Три статьи Составили В общей Сложности Всего Семнадцать Страниц Но Они Произвели Буквально Таки Революцию И в логике И в математике Брауэр Выступал Против Закона Исключенного Третьего И мысль его Была Очень Простой Закон Исключенного Третьего Что Всякое Высказывание Либо Истинно Либо Ложно Не Приложим К Высказываниям О Бесконечных Совокупностях Объектов О Бесконечных Множествах Допустим Что Утверждается Существование Объекта С Определенным Свойством Если Множество В которое Входит В этот Объект Конечно Можно Перебрать Все Его Объекты И Решить Какое Из двух Высказываний Истина В данном Множестве Есть Объект С данным Свойством В этом Множестве Нет Такого Объекта Закон Исключенного Третьего Для Конечных Множеств Справедлив Но Но Если Множество Бесконечное Его Объекты Нельзя Перебрать Если В процессе Объекта Будет Назван Объект С указанным В процессе Перебора Будет Найден Объект С указанным Свойством То Одно Из указанных Утверждений Подтвердится Но Если Найти Этот Объект Не Удастся Ни о Первом Ни о Втором Из Утверждений Ничего Нельзя Сказать Перебор Не Проведен До Конца В Бесконечном Множестве Этот Перебор Бесконечен Ограничение Брауэром Сферы Действия Закона Исключенного Третьего Существенно Сужало Круг Тех Способов Рассуждения Которые Применимы В математике Это Сразу Вызвало Резкую Оппозицию Математиков Особенно Математиков Старшего Поколения В частности Известный Немецкий Математик Давид Гильберг Говорил Что Изъять Из математики Принцип Исключенного Третьего Все равно Что запретить Боксеру Пользоваться Кулаками А Астроному Пользоваться Телескопом Критика Брауэром Закон Исключенного Третьего Привела К созданию Нового Направления В математике Которое Получило Название Интуиционистской Логики В этой Логике Не принимается Закон Исключенного Третьего И отбрасываются Все те Способы Рассуждения Которые Связаны С данным Законом Среди Их доказательства Путем Приведения К абсурду Или К противоречию Дальше Мы пару слов Скажем О них Интересно Отметить Что еще Добра Сомнения В Неуниверсальности Закона Исключенного Третьего Высказывал Русский Логик Васильев К сожалению Рассуждения Васильева Не были Такими Краткими Последовательными И точными Как рассуждения Брауэра Васильев писал Много Писал Неясно Отвлекался От основной Темы Математики Его Высмеивали За его Неверные Математические Рассуждения Логики Не принимали Его всерьез Да и собственно Логика В России Всегда Была Слабой За исключением 20-х годов Когда появилась Плеяда Блестящих Логиков Калмагора Углевенко Шейнфинкель И так далее Современники Не смогли Оценить В достаточной Мере Основную Идею Васильева Что нужно Отбросить Закон Исключенного Третьего Или Или в какой-то Мере Ограничить Его Действия Но тем не менее Оглядываясь Назад Можно сказать Что Васильев Наш соотечественник Был одним Из предшественников Интуиционистской Логики Она существует И сейчас И мы В дальнейшем Пару слов О ней Скажем Еще один Простенький Закон Логический Пожалуй Самый Простой Из всех Логических Законов Это Закон Тожества Он Говорит Если Утверждение Истинно То оно Истинно И ничего Больше Например Если Земля Вращается То она Вращается Если Бог Существует Он Существует Если Бога Нет То Бога Нет Закон Ничего Не утверждает О реальном мире Он Говорит Только О словах Чистое Употребление Тожества Конечно Редко Употребляется Поскольку Оно Не содержит Никакой Информации Если Дождь Идет То он Идет Что это За прогноз Погоды Если Завтра Будет Холодно То Завтра Будет Холодно Это Никакой Не прогноз Погоды Древнекитайский Философ Конфуции Поучал Своего Ученика То Что Знаешь Считай Что Знаешь То Что Не Знаешь Считай Что Не Знаешь И И И Даже В Этом Поучении Конфуции Нет Закона Тожества То есть Нет Повторения Одного И того Же Закон Тожества Кажется В высшей степени Простым И очевидным Однако И его На протяжении Истории Логики Ухитрялись Истолковывать Неправильно Заявлялось Например Будто Этот закон Утверждает Что Вещи Всегда Остаются Неизменными Тождественными Самому Себе Но Закон Он ничего не говорит Об Неизменности Мира Он говорит Что вещи Изменяются То они Изменяются Если вещи Не изменяются Они Не Изменяются Далее Еще Один Закон Закон Контропозиции Противопозиции Это Общее Название Для Ряда Логических Законов Позволяющих С помощью Отрицания Менять Местами Основание И следствие Условного Высказывания Если То Если А То Б А является Основанием Б Является Следствием Как их Поменять Местами Очень Просто Прибавить Отрицание Если А То Б Из этого Можно Вывести Если Не Б То Не А Они Поменялись Не Стали И Эти Высказывания Эквивалент Если Первое Влечет Второе То Отрицание Второго Влечет Отрицание Первого Например Если Число Делящееся На На Шесть Делится На Три То Верно Что Число Не Делящееся На Три Не Делится На Шесть Еще Один Закон Контрапозиции Говорит О том Что Из Высказывания Условного Высказывания С Отрицаниями Можно Перейти Просто Утвердительном Высказывании Если Верно Что Если Не Первое То Не Второе То Верно Что Если Второе То Первое Например Если Верно Что Рукопись Не Получившая Положительного Отзыва Не Публикуется То Верно Здесь Два Отрицания Рукопись Не Получила Положительного Отзыва Она Не Публикуется Из Этого Вытекает Что Опубликованная Публикованная рукопись имеет положительный отзыв. Ну, разные вариации на темы контрапозиции. Если дело обстоит так, что если А, то не Б, то если Б, то не А. Если квадрат не является треугольником, то треугольник не квадрат. Если верно, что если не А, то Б, то если не Б, то А. Например, если не являющееся очевидным сомнительно, то не являющееся сомнительным очевидно. Законы Деморгана. Это логические законы, которые связывают с помощью отрицания высказывания, образованные с помощью «или» и «и». Вот один из этих законов. Отрицание высказывания А и Б эквивалентно высказыванию «ни А» или «ни Б». Скажем, идет дождь или идет снег – это эквивалент. Неверно, что нет дождя или и нет снега. Другой закон. Неверно, что А и Б, если и только если, неверно А и неверно Б. Например, ученик знает арифметику или знает геометрию, если и только если он не знает ни арифметики, ни геометрии. Знает первое или знает второе – неверно, что он не знает ни первого, ни второго. Это очень очевидные законы. На основе этих законов, используя отрицание, связку «и» можно определить через «или». И наоборот. А и Б означает неверно, что не А или не Б. А или Б означает неверно, что не Б и не А. Я упоминаю все время «если», «то», «и», «или» и так далее. Это так называемые логические слова. Мы обычно совершенно не замечаем их. И вспомните детскую загадку о том, как А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало. Что осталось на трубе? Ребенок говорит, что ничего не осталось. А взрослый поправляет ему, что между ними сидела А. Но проблема в том, что А – это выражение совершенно другого типа, чем А и Б, которые сидели на трубе. И если мы скажем, что И осталось на трубе, конечно, это будет неверно. Надо будет сказать, что А – упало, Б – пропало, но связь между ними в форме И, соединяющая их, осталась все-таки на трубе. Есть ли эту связь вообще можно видеть? Есть ли предмет в мире, который мы могли бы сказать, что «вот это есть И?» Или предмет в мире, о котором мы могли бы сказать, что «это есть ли то?» Разумеется, нет. Нет предмета «Или», нет даже предмета «НЕ», или «неверно что». Покажите мне неверно что. Кто сумеет это сделать? Нет такого человека. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы о логике». Ведет эти беседы профессор Александр Архипович Ивин. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что представляют собой законы логики. Логики, как и во всякой научной дисциплине, главное – это научные законы. Особенность логики в том, что в логике бесконечное множество логических законов. Мы сейчас продолжим рассмотрение этих законов, но, разумеется, мы все их не сможем рассмотреть. Мы обсудим только наиболее употребительные законы и наиболее простые в известном смысле законы. Модус поненс. Он позволяет от утверждения условного высказывания и утверждения основания этого высказывания перейти к следствию этого высказания. «Если идёт дождь, земля мокрая». «Идёт дождь, что из этого вытекает?» «Земля является мокрой». «Если у человека диабет, он болен». «У человека диабет». «Что следует?» «Человек, конечно, болен». «Это и есть модус поненс, один из простейших и один из наиболее часто употребляемых нами законов». «Иногда с модусом поненсом путают другое сходное с ним рассуждение, когда если первое, то второе. Второе. Что из этого следует?» «Ничего не следует». «Если талий металл, он проводит электрический ток». Это абсолютно ясно. «Талий не металл». «Что из этого следует?» «Талий проводит электрический ток?» «Талий не проводит электрический ток?» «Нет». Здесь одна посылка ложек. «Если бы электролит был металлом, он проводил бы электрический ток». Это совершенно верно. «Электролит проводит электрический ток». «Следует ли из этого, что электролит – металл?» «Да нет, разумеется. Электролит – это обычно жидкость». «Против смешения правила отделения с этой неправильной схемой рассуждения предостерегает совет еще средневековый. От подтверждения основания к подтверждению следствия рассуждать допустимо. От подтверждения следствия к подтверждению основания рассуждать не допустимо. Модус Толлинс Модус Толлинс идет процесс фальсификации, хорошо нам известный, может быть не по названию, но по своему существу, процесс опровержения. Мы сначала формулируем условное высказывание, а затем ищем отрицание следствия этого высказывания. И в результате приходим к отрицанию основания данного высказывания. С Модусом Толлинсом смешивают нередко внешне сходное с ним умозаключение. Если А, то Б. Неверно А. Следовательно, Б. Если Иванов болен, у него температура. Иванов болен. Значит ли это, что у Иванова температура? У него астинокардия или диабет. Или Иванова психиатрическая лечебница находится. Дай Бог ему выстрелить. Ну, пока что мы, если то, связку рассматриваем И. А вот сейчас перейдем к нескольким умозаключениям, в которых употребляется связка И. Вот первое умозаключение. Либо А, либо Б. Либо первое, либо второе. Первое. Следовательно, неверно, что второе. Мы от утверждения двух альтернатив, двух исключающих возможностей и утверждения того, какая из возможностей, из двух возможностей действительно имеет место, мы приходим к исключению другой возможности. Здесь нет необходимости исследовать реальные обстоятельства, нет необходимости вообще заглядывать, что за буквами А и Б стоит, это совершенно не принципиально. Важно что, что если либо А, либо Б, не А, следовательно, что остается нам? Нам остается только утверждать Б. Связка либо-либо, которую мы пока что используем, является вариацией или, причем той вариацией связки или, которая говорит истина первое или истина второе, но не оба вместе. Но мы с вами хорошо знаем, что есть у нас в языке также или, обычное или, говорит слабое или, который утверждает либо первое, либо второе, но может быть оба вместе. На южном полюсе был Амундсен или был Скотт. На южном полюсе был Амундсен. Неверно, что там был Скотт. Вот это или уже другое, или слабое. Амундсен или Скотт. Но проблема в том, что они оба были на южном полюсе с разницей в несколько часов. И на обратном пути, к несчастью, первым был Амундсен, вслед за ним пришел Скотт, рядом поставил свой флаг. На обратном пути вся экспедиция Скотта погибла. Обе посылки истинны. И Амундсен и Скотт достигли южного полюса. Полюса заключение же ложно. Правильным является умозаключение. На южном полюсе первым был Амундсен или Скотт. Первым был Амундсен. Из этого следует. Первым не был Скотт. Еще одно рассуждение с или. А или Б. Первое или второе. Неверно, что первое. Что вытекает из этого. Второе. По поводу разнообразных дилемм. Я не буду на них даже останавливаться. Бог с ними. Дилеммы. Это если А, то Б. Если Б, то С. Если С, то Д или Ф. Следовательно, если А, то Д или Ф. Я не буду долго говорить. Я поговорю лучше о законе Клавия. Клавий – живой человек, средневековый монах, сидевший в монастыре и изучавший всю жизнь геометрию своей кельи. И он заметил, что в одной из своих теорем Эвклид проводит доказательства, принимая за исходное отрицание этой теоремы. А потом выводит уже утверждение этой теоремы. И он так сформулировал этот закон. Если неверно, что первое, то первое. Следовательно, первое. Довольно странный закон. Например, если условием того, чтобы машина не работала, является работа этой машины, то машина, конечно же, работает. Закон Клавия лежит в основе рекомендации, касающейся доказательства. Если хочешь доказать А, выводи А из допущения, что верным является не А. Например, нужно доказать, трапеция имеет четыре стороны. Отрицание этого утверждения. Неверно, что у трапеции четыре стороны. Вот, если из этого отрицания удается вывести утверждение, трапеция имеет четыре стороны, то тогда будет верно, что трапеция имеет четыре стороны. Я приведу более простой пример из художественной литературы. В романе Тургенева-Рудин есть такой диалог. «Стало быть, по-вашему, убеждений нет. Нет и не существует. Это ваше убеждение. Да, это мое твердое убеждение». Как же вы говорите, что убеждений нет? Вот вам одно убеждение на первый случай. Ошибочному мнению, что никаких убеждений нет, противопоставляется его отрицание. Есть по меньшей мере одно убеждение, а именно убеждение в том, что никаких убеждений нет. Закону Клаве близок по своей логической структуре другой закон, имеющий примерно одну и ту же схему. Эту схему позднее использовал древнегреческий философ Демокрит в споре с софистом Протагором. Протагор утверждал, что истинно все, что человеку приходит в голову. На это Демокрит ответил. Из положений каждое высказывание истинно, вытекает истинность и его отрицание. Не все высказывания истинны. Это ведь тоже приходит человеку в голову. Следовательно, верным являются не все высказывания истинны, а не истинно каждое высказывание. Я не буду дальше конкретные законы перечислять, их сложно запомнить. Помогает то, что мы все их, в общем-то, знаем. Единственное, что мы не знаем их имен, мы не знаем их строй, их формулировок и так далее. Я остановлюсь на более общем вопросе. Вот трактовка закона логики на протяжении истории логики. В 19 веке получила распространение концепция так называемой расширенной логики. Эта расширенная логика больше занималась методологией науки, говорила о причинности, об индукции и так далее. И центр тяжести перенесла на исследование проблем теории познания. Вот если кому-то, ну, я не думаю, что это большой интерес представить, но вот переиздали все-таки не так давно книгу Джона Стюарта Милля, одного из самых знаменитых логиков 19 века. В этой книге читать нечего профессиональному логику, а рассуждение о том, что такое наука, что такое причинность, что такое даже тяготение, что такое отдаленное расстояние и тому подобное, все эти вещи не имеют никакого отношения к логике. Отголоском этой расширенной логики она, в общем-то, умерла с возникновением современной логики, но отголоском осталась идея, что есть какие-то основные законы мышления, есть основные законы логики. Сама идея с самого начала кажется странной. Какие есть основные законы физики? Нет таких законов. Основные законы биологии? Нет таких законов. Ни в одной науке нет основных законов. И вдруг в логике, оказывается, есть основные законы. И более того, таких законов ровно четыре. Это закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего. И еще причисляли к таким законам утверждение, что сказанное обо всех верно и применительно к каждому объекту из данного множества. Например, мы говорим, что все столы в этой комнате коричневые. Значит, если я показываю вот этот стол, я могу заранее сказать на основе чистой логики, что этот стол должен быть коричневым. Непонятно, как сложились эти основные законы логики. Добавляли также к основным законам логики и закон достаточного основания. Суть его проста. Все нужно обосновывать. Ничего не следует принимать на веру. Для всякой высказанной идеи нужно приводить какое-то основание. Но здесь возникает тут же вопрос. А какое отношение этот закон имеет к логике? Никакого отношения. Все логические законы определяются формой. Они определяют форму нашего рассуждения, способ связи частей этого рассуждения. А то, что у всего должно быть основание, или полезно приводить основание, или нужно приводить основание, это никакой не закон логики. И более того, эта идея была достаточно ясной. Она в достаточной форме была еще в античности, но о ней много говорил Лейбниц, немецкий философ 17 века. Закон достаточного основания. Но это хорошее методологическое правило, что если вы что-то утверждаете, то полезно обосновать свое утверждение. Но к логике это не имеет никакого отношения. И нет нужды подменять логические законы какими-то расплывчатыми методологическими советами. Никакого фундамента в качестве, в виде перечня нескольких законов у логики нет. И логика в этом ничуть не отличается от физики. Просто удивительно, что разговор об основных законах мышления, иногда возникает даже в наше время. Есть еще один предрассудок, который культивировался старой логикой до 19 века. Предрассудок, что логические законы можно рассматривать поодиночке. Скажем, если вы из учебника Миля, допустим, «Система логики логистической и индуктивной», книга в 900 страниц, изымите 100 страниц, ровным счетом ничего не изменится. Не нужно будет даже менять другое изложение. Это не роман Толстого. А законы излагаются отдельно. Изымите все, что касается закона, исключенного третьего. Современная логика устанавливает ясную связь между законами. Законы интересны не сами по себе. Они интересны в качестве совокупности законов. Или, как говорят, логических систем. Или эти логические системы называют также логиками. Вот что интересно. А отдельные законы – это элементы логик. И выделять отдельные законы, и посвящать им отдельные главы – в этом мало смысла. Что представляют собой логические законы? Это вопрос о логических тавтологиях. Тавтология в буквальном смысле повторение одного и того же. Снег есть снег, белые есть белые и так далее. Тавтология бессодержательна. Она пуста. Не повезло так не повезло. Здесь ничего ровным счетом не сказано. Но иногда, как случается, тавтология начинает светить как бы отраженным светом. Вот есть французская песенка солдатская. «За четверть часа до смерти он был еще живой». Капитан Лапалис пал в битве при Павии в 1525 году. Любившие его солдаты сочинили песню. «За четверть часа до смерти он был еще живой». Формально говоря, здесь нет никакого содержания. Каждый из нас за час до смерти, за день, за год, за месяц, за четверть часа, за минуту до смерти является живым. Так что здесь никакой информации нет. Но вместе с тем создается впечатление, что в этой строке песни, ставшей ее названием, есть все-таки какое-то содержание. Оно говорит, хотя и не прямо, о скоротечности человеческой жизни, особенно жизни военного человека, который может погибнуть в любую минуту. Один писатель сказал о своем герое. Он дожил до самой смерти, а потом умер. Тоже совершенно пусто. Но ведь Чехов сказал как-то, что человек, что столер. Столер живет, живет, а потом помирает. Вот так и человек. К Казьме Прудкову принадлежит афоризм. Не будь цветов, все ходили бы в одноцветных одеяниях. Это тавтология. Пустота. Но, тем не менее, какой-то отблеск реальности на этой тавтологии лежит. С легкой руки австро-английского философа Людвига Вингенштейна слово тавтология стало популярным, и законы логики, которые не имеют эмпирического содержания, которые нельзя сопоставить с действительностью, стали называть тавтологиями. Логический закон – это тавтология. Он ничего не говорит о действительности, но, тем не менее, какое-то содержание в этом законе, хотя сложно сказать, какое, в нем есть. Все логические законы являются тавтологиями. Берем закон, исключенный от третьего. Если первое – первое или не первое. Какое бы высказывание мы не подставили вместо слова «первое», у нас окажется истинное высказывание. Хорошая погода или неверно, что хорошая погода, плохая погода или неверно, что плохая погода, и так далее. Аналогично в случае любого нашего рассматривавшегося закона, закона противоречия, закона двойного отрицания. Неверно, что Бог существует и не существует. Если Бога нет, то Его нет. Если Бог есть, то Он есть. Если я иду быстро, то я иду быстро. Если два равно нулю, то два равно нулю. Все это чистая тавтология. Тавтологический характер закона логики послужил основанием для определенных ошибочных их истолкований, что законы логики никак не связаны с нашим реальным миром. Они не имеют никакого содержания, они не отражают этот мир и никак не могут быть с ним сопоставлены. Действительно ли законы логики не несут никакой информации? Если бы это было так, то по самой своей природе они радикально отличались бы от всех иных законов, от всех других законов наук. И мысль об информационной пустоте логической законов является, конечно, ошибочной. В ее основе лежит очень узкое истолкование опыта, с чем сопоставлять, что такое реальность. Если опыт сводится к фрагментарным, изолированным ситуациям или фактам, то они достаточно для проверки таких утверждений. Идет дождь или неверно, что идет дождь? Но вот идет дождь или не идет дождь? Каким фактом можно проверить? И обычно тавтологии наполняются содержанием, приходящим со стороны других утверждений, со стороны нашего рассуждения, со стороны нашей логичности. На этом с вами мы закончим центральную тему, тему законов логики. И перейдем к следующим темам, к так называемой, в первую очередь, неклассической логике. При случае некоторые законы нами будут упоминаться, они или отбрасываются, или принимаются в неклассических системах логики. Но в дальнейшем об этом разговор будет. О каждом законе разговор будет специальный. Тема законов логики, тема логических тавтологий нами на сегодня исчерпана. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Просвещение» беседы о логике. Мы продолжаем рассмотрение центральных тем логики. Мы рассмотрели, чем занимается эта наука, когда она возникла, как она развивалась, и затем перешли к теме законы логики. И рассмотрели больше десяти таких законов. Их бесконечно много, но речь шла о тех законах, которые используются нами наиболее часто. Все эти законы нам с вами хорошо известны. О логике говорить одновременно и легко, и сложно. Логика – абстрактная наука. В этом есть определенная трудность. Но, с другой стороны, все мы знаем логику. Мы не знаем названий закона, мы не знаем их точных формулировок, но мы постоянно их используем. Вот я говорил, «модус поленс», «модус поленс» – это средневековое название, это латынь. Но каждый из нас, каждый день, сотни раз употребляет эти законы, эти схемы рассуждения. Каждый человек логичен, каждый человек знает логику, и говорить о ней поэтому достаточно легко. И единственное, что нужно припомнить то, что вы уже знаете, и я постараюсь помочь вам в этом. не классическая логика, это продолжение истории логики, истории современной логики. Какие есть разделы в логике? Логика – единая наука, но она слагается из очень многих разделов, так же, как, скажем, физика, так же, как, скажем, биология, так же, как философия человека и так далее. И вот, в частности, логик, самое общее деление логики, это деление ее на классическую логику и неклассическую логику. Давайте мы вкратце остановимся на этих вещах. Классическая логика ориентировалась главным образом на анализ математических рассуждений. И даже одно время сложилась идея, что логика есть математическая, которая служит нужным математике, и есть обычная логика, которая служит нашему повседневному общению. В дальнейшем мы от этой идеи, конечно же, отказались. Логика одна и та же у всех людей. Я уже говорил, что и мужчина, и женщина мыслят одинаково, и дети, и взрослые мыслят одинаково, люди разных национальностей мыслят одинаково. И даже вот я выразил уверенность, что если бы к нам прилетел инопланетянин, появился здесь, то если бы мы с ним могли общаться, он вынужден был бы использовать те же законы логики, что используем мы. Как только возникла логика, современная логика, конец 19-го, начало 20-го века, тут же разделилась на классическую логику и неклассическую логику. Некоторые из направлений неклассической логики формировались в оппозиции к классической логике, некоторые в полемике с ней. Но суть была проста. Логика должна быть более широкой наукой, чем это было традиционно, чем это было 2000 лет, и важно расширить поле логического зрения, чтобы видеть широту логики. Критика о классической логике началась уже в конце, в начале прошлого века, в начале 20-го века. Она велась с разных направлений, и результатом ее явилось возникновение целого ряда неклассических направлений логики. Я уже упоминал математика Брауэра. Который с 17 страницами буквально-таки перевернул логику и перевернул теорию множеств. Возникла интуиционистская логика. Интуиционисты и сам Брауэр не считали нужным дать ей строгую формулировку. Интуиция – вещь весьма неопределенная, и они считали, что достаточно интуитивных представлений о логике, чтобы рассуждать логически правильно. Поэтому, хотя в 1908 году Брауэр написал первую свою статью, только в 1930 году его ученик Гейтинг наконец дал аксиоматическую формулировку, сформулировал исходное положение этой логики, правила, по которым выводятся теоремы из этих аксиом, и сложилась интуиционистская логика. Еще в 1912 году американский логик и философ Льюис обратил внимание на так называемые парадоксы импликации, характерные для формального анализа условного высказывания в классической логике материальной импликации. У нас есть в обычном языке союз «если то», он выполняет очень разнородные функции. В логике для него вводится специальная связка, и она называется импликацией. И Льюис обратил внимание на то, что классическая логика не совсем правильно трактует связку «если то», на ее место ставит то, что принято сейчас называть материальной импликацией. Импликация гораздо более сложна, чем это представлялось классической логике. Льюис бы и сказал идею, что нужно усовершенствовать теорию импликации, нужно приблизить ее к нашему обычному «если то». Это не удалось, кстати, до сих пор. Задача не такая простая и не так быстро она решается. Но, тем не менее, Льюис ввел понятие строгой импликации, более совершенной, чем классическая импликация. На рубеже 20-х годов Льюис и польский логик Лукасевич построили первые в современной логике так называемые модальные логики. Это логики, в которых рассматривается понятие «возможно», «необходимо», «невозможно», «запрещено», «разрешено», «обязательно», «знает», «понимает» и так далее. А еще раньше этим стал заниматься Аристотель. Но Аристотель говорил о таких модальных понятиях «необходимо», «возможно», «вероятно», «случайно». И все. Других модальностей он не выводил. В 20-е годы в число модальных понятий в число модальных понятий были причислены понятия «обязательно», «разрешено», «запрещено» то, что мы называем нормативными понятиями. Были причислены также те понятия, которые связаны со знанием, знает, понимает, полагает, убежден, сомневается и так далее. Это так называемые эпистемические понятия от слова «эпистемология», теория познания. Стала складываться также логика «абсолютных оценок», оценок, выражаемых с помощью слов «хорошо», «плохо», «безразлично». Есть сравнительные оценки «лучше», «хуже», «равноценно». И есть абсолютные оценки. С абсолютных оценок началось знаменитый немецкий философ Гуссель занимался этим, но, к сожалению, у него ничего не получилось. И его работы были опубликованы только в 60-е годы, а первая логика абсолютных оценок была построена только в конце 60-х годов, после работ Гусселя и опираясь на эти работы. Долгое время главной темой логики была теория множеств. Попытка вот как-то систематизировать теорию множеств и завершить ее. Известно, что математика сводится к теории множеств. Если бы удалось систематизировать теорию множеств, это означало бы завершение процесса развития математики. И этим занимались десятилетия. И сейчас я могу сказать только, что это был во многом впустую потраченный труд, поскольку процесса завершения развития математики не видно, и он никогда не наступит. Даже сейчас есть такие аксиомы, такие утверждения, которые некоторыми считаются, что их нужно отнести к теории множеств, а другие несовместимые с ними утверждения не относятся к теории множеств. Это аксиома детерминированности, аксиома вероятности. Так что у теории множеств такая же длинная история, как и у самой математики. Попытка свести математику к какому-то ее узкому разделу оказалась наивной, хотя она отняла у математиков 30 лет. Пара непротиворечивая логика. Я уже упоминал эпикета и Аристотеля, первым сказавшего, что из противоречия можно вывести все, что угодно. Если вы берете два противоречивых утверждения, то из них можно вывести любое произвольное высказывание. Сложилась, как я уже говорил, эпистемическая логика. Сложилась логика предпочтений, имеющая дело со сравнительными оценками. Абсолютные оценки – это хорошо, плохо, безразлично. Сравнительные оценки – лучше, хуже, равноценно. И хорошо и плохо, как правило, связаны ближе с человеческим действием. А лучше и хуже – более абстрактны. Это сравнительные оценки. И они зачастую называются предпочтениями. Стала складываться также логика изменения, говорящая о том, как одно состояние мира переходит в другое состояние мира, как протекают процессы. Ведь в мире есть не только вещи и не только ситуации, но и процессы. Они каким-то образом протекают. Вот логика изменения это и изучает. Экстенсивный рост логики, то есть рост ее вширь, не завершился и сейчас. Ну, давайте мы вернемся к нашему Брауру, которого мы упоминали, и рассмотрим чуть-чуть более подробно интуиционистскую логику. Что это за интуиционизм? И что это не только логика, но и интуиционистская математика. Те, кого сейчас называют классиками, вот Льюис, Брауэр и так далее, когда-то классиками не были, а были современниками, те, кто жил в то же время, что и они сами, и подвергались столь же жесткой критике, как и другие современники. Никто не предполагал, что Брауэр – великий логик, великий математик, что Льюис – великий логик. Они считались обычными логиками, их критиковали, как и всех остальных. С точки зрения Брауэра, в основе математики лежит интуиция. Он называл ее фундаментальной интуицией. И не все обычные принципы приемлемы для этой интуиции. Так, в частности, обстоит дело с законом исключенного третьего. Он не может быть принят для сторонника фундаментальной интуиции. Этот закон, говорил Брауэр, исторический возник при рассуждениях о конечных множествах. А ведь человек долгое время рассуждал только о конечных множествах. Его не интересовала бесконечность. Бесконечность как таковая и сама теория бесконечности возникла только в XIX веке. Ранее человек рассуждал только о конечных множествах. И вот в рассуждениях о конечных множествах по мысли Брауэра как раз и сложился закон исключенного третьего. Затем этот закон был по Брауэру необоснованно распространен и на бесконечные множества. Когда множество является конечным, мы можем решить. Множество мы можем любой термин употреблять. Множество, совокупность, класс. Иногда даются определения понятия множества в словарях. Но здесь есть одна тонкость, что множество обычно определяется как совокупность однородных объектов. Но здесь явный круг в определении, явная ошибка в определении. Совокупность и множество это термины равнозначны друг другу. Что сказать множество? Множество есть множество однородных объектов. Нет. Так не годится. Допустим, что мы, рассматривая конечный набор чисел, доказали, что не все эти числа чётны. Отсюда по закону исключённого третьего следует, что по крайней мере одно из них нечётно. Причём утверждение о существовании такого числа можно доказать. Для этого можно предъявить это число. Мы пересматриваем всё это множество, предъявляем это число и предъявляем её. Но если множество чисел является бесконечным, заключение о существовании среди них хотя бы одного нечётного числа является непроверяемым. А это означает, что неясным является слово существование. Что значит существует число? Если чисел бесконечно много, мы их не можем перебрать. Если мы нашли, мы говорим, да, оно, такое число есть в этом множестве. Но в бесконечном множестве мы никогда такого числа не найдём и это утверждение не проверяем. По выражению математика Вейли, доказательства существования, опирающиеся на закон, исключённого третьего, извещает мир о том, что сокровище существует, не указывая при этом местонахождение сокровища и не давая возможности воспользоваться им. Таким образом, по убеждению интуиционистов, закон, исключённого третьего, не является универсальным, то есть применимым во всех областях. Он применим в случае рассуждений о конечных совокупностях объектов, но не применим в рассуждениях о бесконечных совокупностях объектов. Как говорит Вейл, этот закон может быть верным для всемогущего и всезнающего существа, но Бог, если предположить его существование, может обозреть любое множество, для него не принципиально, конечное это множество или бесконечное, но человек конечное существо, бесконечное множество он обозревать не может. Выдвигая на первый план математическую интуицию, интуиционисты не передавали, как я уже сказал, большого значения систематизации логических правил. И лишь Гейтинг, ученик Брауэра в 30-м году, наконец, систематизировал интуиционистскую логику, установил аксиомы этой логики, правила, по которым доказываются теоремы. В дальнейшем идеи, касающиеся ограниченной применимости закона исключенного третьего, развивались у нас в стране очень плодотворно, в 20-е годы. Это было просто удивительное время. Это Калмогоров, наш известный математик. Это Андрей Андреевич Марков, долгое время работавший в МГУ и развивавший разновидность интуиционистской логики. Она называлась конструктивной логикой. Интересная разновидность, но, в общем-то, никаких принципиально новых результатов они не получили. Вот так обстоит дело с логиками, применимыми к конечным множествам и с теми логиками, которые могут быть применены к бесконечным множествам. Следующий раздел логики занимается промежуточными значениями между истиной и ложью. Это так называемая многозначная логика. Первую многозначную логику построил Лукасевич, и он первым отказался от принципа двузначности. Согласно принципу двузначности, всякое наше утверждение является либо истинным, либо ложным, и ничего третьего не существует. Лукасевич сказал, что есть промежуточные утверждения, скажем, через год в это время будет идти дождь, или через год в это время будет идти снег. Сейчас нет ни причины для этого события, ни причины для отсутствия этого события, поэтому мы не в состоянии сказать, будет ли действительно дело обстоять таким образом. Принцип двузначности был известен еще Аристотелю. Все эти вещи лежат как бы на поверхности, и неудивительно, что еще древние греки, многое из того, к чему логики обратились вот в современности уже, знали об этом. Аристотель не считал этот принцип универсальным, он в частности не распространял его на высказывания о будущем. Аристотель приводил в частности такой пример. Вот два враждебных флота расположились напротив друг друга. Вопрос или утверждение, будет ли завтра морское сражение? Что является истинным или ложным? Будет сражение или не будет сражение? Можем мы ответить на этот вопрос вот сегодня? Аристотель считал, что нет. В то время вы, конечно, понимаете, что флотилии были хлипкими, зависели от погоды, зависели от направления ветра. Если бы начался шторм, он разметал бы эти флотилии. Если бы изменился ветер, флотилии не смогли бы идти навстречу друг друга. Они ведь или гребли, или шли под парусом. Поэтому вопрос о том, будет завтра морское сражение, или такого сражения не будет, вопрос, в общем-то, неразрешимый. Второй момент, который заинтриговал Аристотеля, когда он в Афинах столкнулся с человеком, несущим новенький плащ с ножницами в руках, и говорящим, сейчас я пойду и разрежу этот плащ. Аристотель не отличался большим богатством, и поэтому его удивило, что вот как может этот сумасшедший человек пойти и уничтожить вот такую прекрасную вещь, которую все завидовали бы, если бы он ее носил. А он возьмет и разрежет его. И он действительно пошел, неясно, чем эта ситуация кончилась, Аристотель об этом не пишет, но он вспоминает вот этот случай, что вот собирается человек разрезать плащ. И действительно может разрезать. Мало ли что ему в голову пришло. Может быть, отомстить кому-то хочет, или просто он не вполне нормальный человек. Аристотелю казалось, что высказывания о будущих случайных событиях, наступления которых зависят от воли человека, не являются ни истинными, ни ложными. Они не подчиняются принципу двузначности, либо истинно, либо ложно. Прошлое и настоящее однозначно определены. Там ничего не изменишь. Там либо первое, либо второе. Никакого третьего нет. А вот что касается будущего, то будущее отчасти зависит и от человека. И человек в состоянии вторгаться в ход будущих событий. И, естественно, что принципу значимости к высказыванию о будущем неприменим. Подход аристотеля уже в древности вызвало ожесточенный спор. Высоко оценивал его эпикур, который требовал прямо-таки наличия случайных событий. Если случайных событий нет, то либо, либо, как в прошлом или вот как в настоящем. Если что-то случилось уже, то варианта уже нет. А в будущем есть варианты. Вот эпикур требовал настойчиво случайных событий. Древнегреческий логик Хризип очень известный в те времена, категорически отрицал вообще случайность. Он считал, что все в мире необходимо. Он не соглашался с Аристотелем. Споры могли идти, конечно, долго. И прошло действительно две с лишним тысячи лет. Прежде чем вопрос о том, что либо истинно, либо ложно каждое высказывание. Можно ли ответить на этот вопрос? Две с лишним тысячи лет люди не могли ответить на этот вопрос. Проблема, однако, в том, что нужна техника, нужна развитая логическая система, чтобы отвечать на подобные вопросы. И только когда стала формироваться математическая или символическая логика, появилась техника, стало возможным создать теорию, новую теорию импликации, стало возможным создать многозначную логику. Одновременно по числу и через год после логика американец Пост построил тоже многозначную логику. Но Пост подходил к делу, он был математиком, подходил к делу чисто формально. Есть ноль и единица, и между ними бесконечное число дробей. ноль обозначает ложь, единица обозначает истина, а что обозначают эти промежуточные между ними числа? И Пост сказал, они обозначают промежуточное значение истины между ложью и истиной, определенную вероятность лжи или истины и так далее. Все законы логики Лукасевича оказались также законами классической логики, но вместе с тем был и ряд законов своеобразной трехзначной у Лукасевича была логика первая классических, которые трехзначную логику в эту не входили. Среди их были, как ни странно, закон противоречия, который мы считаем одним из основных, закон исключенного третьего, тоже Лукасевич исключал, законы посильного доказательства и так далее. Подход поста чисто формальный, чисто математический, конечно, был правомерен на первом этапе, когда нужно только поставить проблему, но ведь нужно объяснить, скажем, что 0,7 десятых, конечно, это какая-то степень истины, но что она означает? Что ей соответствует в мире? Мы скажем, истина это соответствие мысли действительности. Если снег идет, и он действительно идет, то это истина. А что такое 0,7 от снега идет? Мало снега? Но все равно мы говорим снег идет. Многозначные логические системы вызвали на первых порах очень большой интерес. И в самом деле необычно было. Всегда в логике считалось, что человек движется между истиной и ложью, и никаких вариантов у него нет. А оказывается, у него бесконечное множество вариантов. Может быть, трехзначная логика, может быть, четырехзначная логика, может быть, n-значная логика, как пост сразу же предположил. Возьмем n-значную логику между нулем и единицей n разных чисел, и каждому из них придадим какое-то значение. Но какое значение? Вот чем проблема. Основная проблема многозначной логики, конечно, в том, что между нулем и единицей, между истиной и ложью, можно, конечно, ввести многие другие промежуточные варианты, но что они будут означать? Как их определить? Это очень-очень сложно. Во всяком случае, в современной многозначной логике я знаю всего один удачный случай, слупецкий польский логик промежуточное значение, ноль единица, он половинку еще ввел, и он удачно определил эту половинку через понятие детерминизма. Но более удачных примеров пока что нет. Так что интерес к многозначной логике был вначале довольно бурным, а потом постепенно он затих, поскольку ответить на вопрос, что лежит между истиной и ложью, если там действительно что-то лежит, никому так до сих пор и не удалось. Спасибо за внимание, до свидания. истин's логика истин's истин's логика истин's логика Итак, мы рассмотрели с вами многозначную логику. На этом мы краткий обзор завершим и перейдем к другому разделу неклассической логики, к модальной логике. Всякая группа модальных понятий выражает определенную точку зрения. Мы говорим знает, полагает, убежден, сомневается. Это точка зрения познавательная. Мы говорим возможно, невозможно, случайно и так далее. Это точка зрения онтологическая, что в мире может быть, чего в мире не может быть и так далее. Мы можем говорить обязательно, запрещено, разрешено. Это точка зрения нормативная логика. Все модальные понятия можно разделить на абсолютные и сравнительные. Первые модальные понятия представляют собой характеристики, приложимые к отдельным объектам. Хорошим является один объект. А сравнительные, приложимые к парам объектам. Раньше, лучше и тому подобное. Это всегда пары объектов. В логике времени к абсолютным модальностям относятся было, есть и будет. Всегда или всегда будет, говорят. Сравнительными модальными понятиями является раньше, позже, одновременно. В логике оценок, как я уже сказал, хорошо, безразлично, плохо и лучше, равноценно, хуже. В логике причинности изучается отношение «есть причина», «есть следствие». Они могут рассматриваться как сравнительные причинные модальности. Им соответствует абсолютная каузальная модальность, детерминированно или предопределенно. Выражение «событие А» является причиной «Б» устанавливает отношение между двумя событиями. Выражение «детерминированное наступление события А» приписывает этому событию свойство предопределенности. Логике истины к абсолютным модальностям относятся понятия «истина», «неопределенно» и «ложно». Этим понятиям можно поставить в соответствии сравнительное модальное понятие «вероятнее чем». Выражение «истина» в высказывании А устанавливает определенное свойство высказывания. Выражение «а» более вероятно, чем «б» указывает, в каких отношениях находится высказывание. Логике изменения, мы тоже можем отнести ее к модальной логике. Исследуются такие сравнительные понятия, как «переходит в» возникает объект. Состояние «а» переходит в состояние «б» и так далее. В модальной логике основное внимание пока уделяется абсолютным модальностям. Хотя здесь есть такая тонкость, что абсолютные модальности ближе к нашей жизни и к нашей деятельности, чем сравнительные модальности. Человек все-таки деятельностное существо, человек живет трудом. Он должен работать, он должен трудиться. И вот абсолютные модальности ближе к человеку, как к действующему существу. А сравнительные модальности носят несколько более абстрактный характер. И они относятся к человеку уже как к созерцающему существу, существу, сопоставляющему между собой разные объекты. Независимо от того, к какому типу относятся модальные понятия, все они определяются по одной и той же схеме. Возможно что-то, если противоположно, не является необходимым. Разрешено, если противоположно, не обязательно. Допускается что-то, если нет убеждения в противоположном. Случайно то, что не является ни необходимым, ни невозможным. Безразлично то, что не обязательно и не запрещено. Здесь схемы определений одни и те же. В каждом разделе модальной логики доказуема своя версия принципа модальной полноты. Это аналог закона исключенного третьего, о котором мы уже говорили. Принцип полноты утверждает, что каждое высказывание является или необходимым, или случайным, или невозможным. В нормативной логике этот принцип полноты утверждает, что всякое действие или обязательно, или безразлично, или запрещено. В логике оценок всякий объект является или хорошим, или безразличным, или плохим. И так далее. Схема определения одна и та же. В каждом разделе модальной логики, или в каждой ее версии, имеется свой аналог принципа модальной непротиворечивости. Это то, что является аналогом закона противоречия, о котором мы так много с вами говорили. Высказывание не может быть необходимым и невозможным. Действие не может быть обязательным и запрещенным. Объект не может быть хорошим и плохим. Вот в чем была ошибка Гусселя, или, точнее говоря, его неудача. В том, что он дальше вот таких простейших оппозиций, действий не может быть хорошим и плохим одновременно, он так и не сумел продвинуться. То есть он не установил ни одного другого закона. Модальные понятия, относящиеся к разным группам, имеют, конечно, разное содержание. При сопоставлении таких понятий, как «необходимо», «доказуемо», «убежден», «обязательно», «хорошо», «всегда», складывается впечатление, что не имеют ничего общего. Однако модальная логика показывает, что это совсем не так. Модальные понятия разных групп выполняют одну и ту же функцию. Они уточняют ту связь, которая устанавливается в высказывании. Можно сказать «есть», можно сказать «неесть», но можно добавить «необходимо есть», можно сказать «обязательно есть», можно сказать, что убежден, что есть и так далее. Я скажу несколько слов о логике оценок и логике норм. О частном случае модальной логике. Они изучаются этикой. Этика не является, скажем, в отличие от математики или физики, точной наукой. Аристотель, когда-то, воспитывая своего сына Никомаха, написал две книги, полагая, ну, несколько наивно полагая, что чтение этих книг даст большую пользу ему сыну. Неизвестно, читал ли сын его книги и что случилось потом с сыном, с Никомахом. Но, во всяком случае, этики к Никомаху вот как раз дошли до наших дней. И Аристотель писал, что касается разработки нашего предмета, то, пожалуй, будет достаточным, если мы достигнем той степени ясности, которую допускает сам этот предмет. Ибо не во всех выводах следует искать одну и ту же степень точности, подобно тому, как не во всех созданиях человеческой руки. В том, что касается понятий морального совершенства и справедливости, царят столь далеко просирающиеся разногласия и неустойчивость суждений, что появилась даже точка зрения, будто своим существованием они обязаны только соглашению. Что нужно поэтому удовлетвориться, если, обсуждая такие предметы, как этика, и опираясь на такие посылки, удается указать истину только приблизительно. Этика не математика и не физика, и от этики не следует требовать той же строгости и той же точности в рассуждениях, что и в математике и физике. Но возможно ли вообще этика? Вот этот вопрос как раз и занял начало этических исследований конца 19-го, начала 20-го века. Можно ли в этике быть логичным? Существует ли этика морального рассуждения? Это сложный вопрос, и нередко склонялись к мысли исследователей, что никакое научное исследование нашей моральной жизни вообще невозможно. Общим местом многих направлений современной философии до сих пор является утверждение, что этика вообще не наука. Возьмите этика, эстетика, теория права, те науки, которые устанавливают нормы, так называемые нормативные науки, искусство знания, что они не науки, а что-то похожее на научное последовательное исследование, но никогда не сумеют стать наукой. В чём кажущаяся причина безысходности рассуждений о проблемах этики? Она в том, как говорил Людвиг Бетгенштейн, что язык, на котором мы говорим о моральном добре и долге, совершенно отличен от разговорного и научного языка. Наши слова, говорит Бетгенштейн, как они используются нами в науке, это исключительно сосуды, способные вмещать и переносить значение и смысл, естественные значения и смысл. Этика, если она вообще чем-то является сверхъестественной. Иными словами, для рассуждений об этике, относящейся, скорее всего, к сверхъестественному, требуется особый язык. У нас его нет. И дело обстоит так плохо, что если бы даже мы придумали такой язык, то этот язык разрушил бы наш обычный язык. Так что, если бы удалось логично и последовательно рассуждать о моральных проблемах, мы лишились бы возможности рассуждать о физических, химических, биологических и других подобных их объектах. Интересно отметить, что мнение это сравнительно недавнего происхождения. Это конец 19-го, первая половина 20-го века. И оно противоречит многовековой традиции. Еще не так давно, а именно в конце 17-го века, столь же распространенным было прямо противоположное убеждение. Наиболее яркое выражение оно нашло в философии Спинозы. Он был уверен в том, что в этике достижима самая высокая мера точности и строгости. И попытался построить этику по образцу геометрии. Современник Спинозы Локк тоже не сомневался в возможности научной этики. Столь же очевидной и точной, как и математика. И более того, Локк полагал, что несмотря на работы несравненного мистера Ньютона, посвященные механике движения, физика и вся естественная наука невозможны. Так что времена меняются, и меняются представления людей, о чем можно рассуждать и с какой мерой точности. Но сейчас мы прекрасно представляем, особенно после космических полетов и тому подобных вещей, что в физике как раз можно точно рассуждать. А вот этика, даже после попытки Спиноза перестроить ее, так и не стала более или менее точной наукой. Этические споры – это сущности споры без конца. Моральные споры – это споры, не имеющие своего завершения. Но, тем не менее, для нас важно помнить, что спор возможен и в этой области, не только в физике и химии, но и в этике, в эстетике, в теории права. И спор, ведущий к определенным результатам. Кстати, в античности Сократ и Платон тоже наставили на том, что вот этика, вот эта точная наука, мораль – вот та сфера, о которой мы можем рассуждать строго и безупречно. А вот физика, математика и прочее – это область догадок. И когда Аристотель стал резать всяких животных и описывать части этих животных, ну, то, что он находил внутри, он и описывал, и написал трактат о частях животных, они над ним насмеивались и говорили, что совершенно напрасная трата времени. Ничего точного в биологии достичь невозможно. Заниматься нужно этикой, моралью, нравственностью. А биология, физика и тому подобные дисциплины – все это недоступно человеческому разуму. Ясно, что реальной альтернативы – этика или физика – нет, конечно. И этика, и физика являются науками, хотя науками совершенно разного типа. И можно по-научному трактовать и природу, и мораль. Одно никоим образом не исключает другого. Это касается всех ценностей. Мы можем говорить о теории права, можем говорить об искусстве и тому подобных вещах. Другое дело, что, как правильно заметил Аристотель, не надо пытаться делать вид, что в этике мы способны достичь той меры точности, которая достигается при изучении естественных предметов, прежде всего, неживых предметов, частей животных, ну, умешлённых животных, движения и тому подобных вещей. Всё это связано, конечно, с логикой. Можно ли быть логичным в спорах о морали? Можно ли логично рассуждать о хорошем и плохом? Вытекают ли из одних оценок другие оценки и нормы? Если бы логики оценок не существовало, если бы логики норм не существовало, ясно, что никакая теория морали не была бы возможна. Мы не могли бы одни моральные утверждения выводить из других моральных утверждений. Могут ли два человека, спорящих о хорошем и плохом, противоречить друг другу? Это вопрос, и мы должны быть убеждены, что это бывает, что они могут противоречить друг другу. Стало ясно, что логика оценок и логика норм возможны, и более того, существуют. После того, как они были, наконец, построены уже в прошлом веке, в середине прошлого века. Логика оценок говорит, как из одних оценок можно логически выводить другие оценки. Логика норм говорит о том, как из одних норм выводить другие нормы. Есть логические законы, входящие в логику оценок, так же, как есть логические нормы, касающиеся понятий, обязательно разрешено, запрещено. Я приведу простенькие примеры закона логики оценок. Ничто не может быть хорошим и плохим одновременно. Здесь не идет речь ни о каких конкретных вещах, что именно, ничто. Все, что угодно, все, что вы не возьмете. Этот стол, этот стул, эта лампа, этот человек, если они хорошие, то они не являются плохими. Если они плохие, они не могут быть хорошими. Это совершенно очевидно. Ничто не может быть одновременно хорошим и безразличным. Невозможно быть хорошим и безразличным. Ну, безразличное здесь понимается, как и вообще в модальной логике, как то, что не является ни хорошим, ни плохим. Есть конкретизации закона противоречия на случай оценок. Два состояния логически несовместимых друг с другом не могут быть хорошими. А и не А не могут быть одновременно хорошими. Я пользуюсь буквами, я могу сказать, если то, что идет дождь, хорошо, то то, что дождя нет, не может быть хорошим в это же время для этого же самого человека. У чего есть свои достоинства и недостатки. Если, допустим, здоровье и нездоровье рассматривать с разных сторон, каждое из этих состояний окажется в чем-то не очень хорошим или даже плохим. И когда говорится, что они не могут быть вместе хорошими или вместе плохими, имеется в виду в одном и том же отношении. Логика оценок никоим образом не утверждает, что если, к примеру, искренность является хорошим в каком-то отношении, то неискренность не может быть хорошей ни в каком другом отношении. Проявить неискренность у постели смертельного больного это одно, а быть неискренним с его лечащим врачом это совсем другое. Логика настаивает только на том, что два противоположных состояния не могут быть хорошими в одном и том же отношении для одного и того же человека. Принципиально важным является то, что логика устанавливает в критерии разумности. Включение в число таких критериев требования непротиворечивости прямо связано со свойствами человеческого действия. Оценочное рассуждение, так же, как и нормативное рассуждение, должно предоставить нам определенные разумные основания для действия. Противоречивое состояние нельзя реализовать. Нельзя одновременно и бросить камень вверх, и не бросать его. Соответствующее рассуждение, предлагающее выполнить невозможное действие, не может считаться разумным. Сравнительные оценки. Они тоже имеют определенные законы, есть логика таких оценок. Я назову самые простые примеры. Ничто не может быть лучше самого себя. Это совершенно очевидно. Причем я не упоминаю вещь, которая оценивается. Ничто не является лучше самого себя. Ничто не является хуже самого себя. Одно лучше второго только в том случае, когда второе хуже первого. Равноценны каждые два объекта, которые не лучше и не хуже друг друга. Это для нас мы привыкли рассуждать и о хорошем, и о плохом. И мы видим, что есть логика в наших рассуждениях, и что Виггеншей неправ, считая, что этот наш язык разрушает нашу возможность наблюдать и описывать физические объекты. Нет. Рассуждения о хорошем и плохом подчиняются определенной логике. И эти рассуждения вполне могут быть логичными. Точно так же, как рассуждения о космических телах, о камнях и тому подобных вещах. И, наконец, пример положения логики оценок, до сих пор вызывающего большие споры логики сравнительных оценок. Это так называемый принцип переходности или, как говорят в логике, транзитивности. Если первое лучше второго, а второе лучше третьего, то первое лучше третьего. На первый взгляд это кажется совершенно очевидным. Однако, все не так просто. Допустим, человеку предложен выбор между сокращением рабочего дня и повышением зарплаты. Он предпочитает сокращение рабочего дня. Затем ему предлагают выбрать между повышением зарплаты и увеличением отпуска. И он избирает повышение зарплаты. В результате он попадает в ситуацию, что он выбрал не ту вещь, которую он оценивает выше всего. Он выбрал вещь промежуточную. Иногда принцип переходности не относит к законам логики. Но здесь возникает серьезная проблема. Вот мы ведь говорим, что лучший выбор это выбор, дающий наиболее ценную из альтернатив. Вот есть у нас три альтернативы. Увеличение рабочего дня, увеличение зарплаты, увеличение отпуска. Лучший выбор должен дать лучшую из этих альтернатив. Но если мы отказываемся от закона переходности, то лучший выбор дает нам промежуточную альтернативу и остается альтернатива, которая лучше выбранной нами. Человек выбирает не лучшее. Человек, иногда так и определяли его, что человек – это существо, умеющее выбрать лучшее из находящегося в его расположении. Это так, если принимается принцип переходности. Но этот принцип не очевиден. Если этот принцип не принимается, то человека нельзя определять как разумное существо. Разумность определялась еще в начале прошлого века как умение выбрать лучшее из того, что есть в вашем распоряжении. так что здесь есть и определенные проблемы. Законы логики норм. Они очень просты, я не буду вдаваться в детали этих законов, но ясно, что мы используем их в своих рассуждениях и что в них нет ничего необычайного. действие обязательно только в том случае, если запрещено воздерживаться от него. Совершенно очевидно. Если нельзя воздерживаться, значит обязательно делать. Действие разрешено, если оно не запрещено. От запрещенного обязательно воздерживаться. Есть, конечно, принципы логики норм, которые вызывают сомнения и серьезные сомнения их иногда называют парадоксами. Вот человеку говорят отправьте письмо одно распоряжение, одна обязанность и человеку говорят сожгите это письмо другое противоположное несовместимое с первым распоряжением. Может ли человек одновременно отправить письмо и сжечь его? Нет, говорит логика норм. А в реальной жизни дело обстоит однако сложнее. Он может не отправить письмо, он может не сжечь его, он поступит с ним еще каким-то образом. он может его положить в дальний ящик и не доставать его оттуда до конца своих дней. Он не отправил, он не сжег, но вместе с тем он не выполнил распоряжение, ни одно из двух противоречащих друг другу распоряжение. нельзя засмеяться и не засмеяться. Вскипятить воду и не вскипятить воду. Если вам командуют вскипятить воду или нагреть ее до 100 градусов, то невозможно и нагреть воду до 100 градусов и вместе не нагревать ее. Реальные системы норм, особенно те, которые включают тысячи и десятки тысяч норм, обычно не вполне последовательны. Нередко бывает так, что одни нормы противоречат другим нормам. Да, действительно, существуют конфликты норм. И в нашем, скажем, кодексе уголовный, уголовно-процессуальный, процессуальный кодекс и так далее. Ясно, что гражданский кодекс, ясно, что если их попытаться свести вместе, мы найдем многие, очень многие нестыковки. существование таких систем с конфликтующими нормами не означает, конечно, что логика не должна требовать непротиворечивости норм. Точно так же, как она требует непротиворечивости утверждений о реальном мире, она должна требовать непротиворечивости. В этом разумность человека состоит. Противоречащий самому себе человек, о чем бы он не рассуждал, нормы, предметы, падающие вниз, летящие вверх и так далее, это безразлично. О чем бы он не рассуждал, все равно он должен быть последовательным. Я хотел бы сказать еще несколько слов еще об одном разделе логики раздел, который называется теорией логического следования. Всякая логика это теория логического следования. Ну вот в 20-е годы Льюис как раз и высказал идею, что классическая логика является, конечно, теорией логического следования. Это плохая теория логического следования. Ведь она содержит парадоксы. Ложное высказывание вытекает из любого высказывания. Из истинных высказываний можно извлечь ложное высказывание. Это тоже странный момент. Например, мы говорим, что Япония большая страна, и Япония маленькая страна. Это противоречие. Из этого можно вывести, согласно классической логике, что Луна сделана из зелёного сыра. Япония и Луна никак не связаны между собой. Ну вот логика говорит, что если П и не П, то Ку. Или А и не А, то Б. Причём здесь Б? Или на Марсе есть жизнь. Если Курильские острова принадлежат Японии, и если они одновременно не принадлежат Японии, то на Марсе есть жизнь. Как связаны эти вещи? Да никак они не связаны. Логические законы не вытекают, конечно, из любых утверждений. Добрый день, уважаемые телезрители канала Просвещение. Мы с вами продолжаем наши беседы о логике. Беседы ведёт профессор Ивин Александр Архипович. Я остановился на том, в прошлый раз, что наше мышление устроено, в принципе, очень просто. В сущности, в мышлении нет ничего, кроме имён, тех выражений, которые обозначают предметы или их совокупности, утверждений и связей между именами, утверждениями и так далее. Так что механика мышления, в принципе, очень и очень проста. Что такое имена? Я приведу примеры имён. Стол, стул, большой стол, очень большой стол. Принято различать содержание имени и его объём, или, как говорят специалисты, его динатат. Объём имени, содержание имени – это совокупность тех признаков, которые мыслятся в данном имени. Я говорю, стол, какие признаки мыслятся в данном имени? Иметь крышку, иметь ножки и выполнять определённые функции. За столом можно сидеть, за столом можно писать, за столом можно обедать и так далее. Я говорю, стул. Опять-таки, мыслятся определённые признаки. Стул – это то, что, в отличие от табурета, скажем, имеет спинку. Тоже можно на нём сидеть. Помимо содержания или смысла имени, имя имеет также определённый объём. Объём имени – это совокупность тех предметов, которые обладают признаками, мыслимыми в данном имени. В объём понять имени стол входят все столы, как сделанные, как существующие, так и те, которые когда-то существовали, так и те, которые будут сделаны, так и столы вымышленные. Всё, что можно назвать именем стол, предмет для сидения за ним и выполнения определённых функций. В ревизоре Гоголя упоминается учитель, который, рассказывая об Александре Македонском, так горячился, что ломал стулья. Вот стулья, поломанные этим учителем, гимназическим учителем истории, относятся к объёму имени стул. Конечно же, это были стулья. Они обладали всеми признаками стулья. А раз обладали всеми признаками, значит, они входят в объём имени стул. Понимание имени как того, что имеет определённые объёмы, определённое содержание, широко распространено в логике. Нетрудно заметить, что это понимание существенно отличается от употребления слова «имя» в нашем обычном языке. Имя в обычном смысле – это почти всегда собственное имя. Принадлежащее индивидуальному, единственному в своём роде предмету. Например, Наполеон является типичным именем. Но уже выражение «победитель» под «аустерлицем» мы к имени обычно не относим. Хотя по нашему определению это имя, имеющее определённые свойства. Тем более не относим мы к именам такие типичные с точки зрения логики имена, как квадрат, человек, самый высокий человек и тому подобное. Но самый высокий человек – это человек, обладающий определёнными признаками. А раз эти признаки есть, есть и объект, который мы можем назвать самым высоким человеком. То, что логика заметно расширяет обычное употребление слова «имя», объясняется многими причинами. И, прежде всего, её стремление к предельной общности своих рассуждений. Имена могут находиться в разных отношениях друг с другом. Это одна из наиболее простых и наиболее интересных тем в элементарной логике, касающейся имён. Между объёмами двух произвольно взятых имён, которые есть какой-то смысл вообще сопоставлять друг с другом, имеет место одно и только одно из следующих отношений – равнозначность, пересечение, подчинение в двух вариантах и исключение. Равнозначность – два имени, объёмы которых полностью совпадают. То есть два имени, обозначающие одну и ту же совокупность предметов. Или один и тот же предмет, если это единичное имя. Равнозначность, к примеру, квадрат и равносторонний прямоугольник. Каждый квадрат является равносторонним прямоугольником и наоборот. Каждый равносторонний прямоугольник – это квадрат. Равнозначность означает совпадение объёмов, то есть тех множеств объектов, которые обозначаются именем. Но не содержание этих, например, объёмы имён сын и внук совпадают. Каждый сын является чьим-то внуком, каждый внук является чьим-то сыном. Это очевидно. Но, тем не менее, ясно, что внук и сын имеют совершенно разное содержание. Отношения между именами можно геометрически наглядно представить с помощью так называемых круговых схем. Они получили имя русского математика, хотя он был швейцарец по происхождению, но прожил всю жизнь в России, Леонардо Эйлера. Получили название кругов Эйлера. С помощью этих кругов отношения между именами представляются очень наглядно. Вот как можно представить отношения между именами, когда они полностью совпадают по своему объёму. То, что мы называем равнозначностью. Здесь два круга, С и П, совпадают. То есть, они налагаются друг на друга. И нет ни одной точки, которая бы принадлежала одному кругу и не принадлежала другому. Далее. Отношения пересечения. В отношении пересечений находятся два имени, объёмы которых частично совпадают. Пересекаются, например, объёмы имён лётчик и космонавт. Некоторые лётчики являются космонавтами, некоторые космонавты являются лётчиками. Но есть лётчики не космонавты, и есть космонавты, которые никогда не были лётчиками. В отношении подчинения находятся имена, объём одного из которых полностью входит в объём другого. Это, например, имена треугольник и прямоугольный треугольник. Всякий прямоугольный треугольник является, очевидно, треугольником, но не наоборот. Не всякий треугольник является прямоугольником. Если в отношении подчинения находятся общие имена, то подчиняющее имя принято называть родом. Это мы употребляем часто и в обычном языке. А подчинённое имя принято называть видом. Далее, отношение-исключение. В отношении исключения находятся имена, объёмы которых полностью исключают друг друга. исключают полностью друг друга, например, трапеции и пятиугольник, трапеции и человек, человек и планеты, белое и красное и так далее. Можно выделить два особо интересных случая исключения. Один из которых называется противоположностью, а другой – противоречием. Противоречия, исключающие объёмы, дополняют друг друга так, что в сумме дают весь объём рода, видами которого они являются. Имена, объёмы которых исключают друг друга, исчерпывая объём родового понятия, как раз и называются противоречием. Например, умелый и неумелый. Ясно, что они исчерпывают объём своего рода. Человек, обладающий определёнными способностями. Стойкий и нестойкий, красивый и некрасивый. Противоречит друг другу простое число, ведь число, не являющееся простым, они исчерпывают объём понятия натуральное число. Имена красные, не являющиеся красным, они исчерпывают объём общего имени предмет, имеющий цвет и так далее. И второй случай, интересный случай, исключение, это как раз противоположность, исключающие имена составляют в сумме только часть объёма того рода, видами которого они являются. Например, красный и некрасный. Это противоречащие имена, они полностью исчерпают объём своего рода, предмет, имеющий цвет. А вот белый и красный, исчерпают ли они объём своего рода? Нет. Родом для них, то есть более общим понятием, в объём, в который они входят, является предмет, имеющий цвет. Но не все предметы являются белыми и красными. И если мы графически изображаем отношения между белым и красным, то мы должны между белым частью изображающей белое и частью представляющей красное оставить какую-то промежуточную полосу, которая предполагает какой-то другой цвет. Он никак не указывается, но тем не менее он должен быть. Простое число и чётное число, они не исчерпают, очевидно, объём, они исключают друг друга, но тем не менее они не исчерпают объём имени натуральное число. Проблема в том, что других отношений между именами в принципе не существует. И это во многом упрощает задачу логики. Проблема, однако, в том, что между многими именами отношения не очень ясны. Вот, скажем, человек и планета. Ясно, что мы должны поместить два кружка рядом. Это не пересекающиеся понятия, понятия, не имеющие никаких общих точек, а, скажем, человек и вымышленный человек. Ясно, что вымышленный человек, скажем, герой литературного произведения, должен быть обозначен кружком внутри понятия «человек». У нас в одном круге будут и реальные люди, и вымышленные люди и так далее. Иногда это смущает, что мы путаем, так сказать, вымысел с реальностью, но, в общем-то, никаким сложностям это не ведет. Теперь самое время перейти к логическим операциям. Они как раз и осуществляются, некоторые из них, во всяком случае, как раз и осуществляются над именами. Есть операции над именами, но есть операции и над высказываниями. Доказательства и опровержения этой операции над высказываниями, а, скажем, определения, классификации, деления и так далее. Это, очевидно, операции над именами. Вот мы с вами и начнем с операции над именами. И я начну с самой простой из этих операций. Это операции определения. И наиболее употребительной, пожалуй, из всех логических операций. Определение – это логическая операция, раскрывающая содержание имени. Определить некоторое имя – значит указать, какие признаки мыслятся в этом имени. Определяя, например, манометр, мы указываем, что это, во-первых, прибор, во-вторых, именно тот прибор, с помощью которого измеряется давление. Важность определения подчеркнул еще Сократ, который говорил, что он продолжает дело своей матери, Акушерке, помогая родиться новым именам. Сократ занимался в первую очередь в беседах со своими собеседниками, в первую очередь занимался определением, прояснением, что означает то или иное слово. Ну, определялись, разумеется, не обыденные, простые вещи, а определялись сложные философские объекты, что являлось для того времени большим шагом вперед. Определение решает две задачи. Во-первых, оно отличает и ограничивает определяемый предмет от всех иных. Скажем, определение манометра позволяет однозначно отграничить манометры от всех предметов, не являющихся приборами, и отделить манометры по присущим им признакам измерения давления от всех иных приборов. Далее, определение раскрывает сущность определяемых предметов, указывает на те основные признаки, без которых эти предметы не способны существовать, и от которых в той или иной мере зависят все остальные их признаки. Вот с этой второй задачей, с задачей ограничения дела обстоит достаточно просто, а со второй задачей, с задачей раскрыть сущность чего-то, дело, конечно же, обстоит, нетрудно догадаться, не так просто. Дать хорошее определение значит растворить сущность определяемого объекта, но сущность, мы знаем хорошо, не лежит на поверхности. Кроме того, за сущностью первого уровня всегда можно найти более глубокую сущность второго уровня и так далее до бесконечности. В принципе, поиски сущности они никогда не имеют конца. Возможность неограниченного углубления в сущность даже для простого объекта делает понятными те трудности, которые встают на пути определения и объясняет, почему определение, казалось бы, одних и тех же вещей меняется с течением времени. Углубление знания об этих вещах, углубление нашего понимания сущности этих вещей заставляет нас менять свои определения и по-иному определять эти вещи. Нужно также учитывать известную относительность сущности. Существенное для одной цели может оказаться совершенно второстепенным с другой точки зрения. Скажем, в геометрии для доказательства разных теорем могут использоваться разные понятия линии, причем не совпадающие между собой. И вряд ли можно сказать, что какое-то одно из этих двух понятий, геометрических понятий линии является более глубоким, чем другое. Писатель Ратвек упоминает в своей комедии-книге некоего старого актера чрезвычайно нелюбившего театр. Отношение к театру этот автор считал настолько важным, что определял через это отношение все остальное. «Рай» писал он. Это место, где нет театра. Это естественно. «Дьявол» – изобретатель театра. А заодно и танцы. «Короли» – люди, которым особенно позорно ходить в театр и покровительствовать актерам. И так далее. Разумеется, эти определения поверхностны со всех точек зрения. Кроме одной. Если мы действительно считаем, что театр – это источник всех бед и зол, существующих в мире, то мы можем принять все эти определения. Определение может быть более глубоким и менее глубоким. Его глубина зависит прежде всего от уровня знаний об определяемом предмете. Чем лучше и глубже мы знаем предмет, тем больше вероятность, что нам удастся найти хорошее его определение. Существуют самые разные способы определения. В операции определения больше всего поражает то, что есть очень много конкретных форм, в которых она может быть осуществлена. Прежде всего, нужно провести различия между явными и неявными определениями. Явные определения имеют форму равенства. Общая схема таких определений А является по определению Б. Здесь А и Б – два имени, в чем не имеет значения, выражается одним словом, имя или несколькими словами. Антигены – это чуждые для организма вещества, вызывающие в крови и других тканях образование антител. Пропедевтика – это введение в какую-то науку и тому подобное. Это явные определения. Они имеют форму равенства. Причем равенство, конечно же, понятие. Неявные определения не имеют формы равенства двух имен. Давайте мы рассмотрим более подробно неявные определения. Среди неявных определений особый интерес из-за своей особой потребительности имеют так называемые контекстуальные определения и остенсивные определения. Всякий отрывок текста, всякий контекст, в котором встречается интересующее нас имя, является в некотором смысле определением этого имени. Контекст ставит имя в связь с другими именами и тем самым косвенно раскрывает его содержание. Здесь нет приравнивания чего-то, чему-то. Но, тем не менее, контекст дает нам знание о содержании имени. Допустим, нам не вполне ясно, что такое удаль. Можно взять текст, в котором встречается это слово, и попытаться уяснить, что именно оно означает. Вот писатель Искандер пишет удаль. В этом слове явно слышится даль. Удаль – это такая отвага, которая требует для своего проявления пространства дали. В слове «мужество» суровая необходимость, взвешенность наших действий, точнее противодействие. Мужество идет от ума, от мужчинства. Мужчина, обдумав и осознав, что в тех или иных обстоятельствах жизни, защищая справедливость, необходимо проявить высокую стойкость, проявляет эту высокую стойкость, то есть проявляет мужество. Мужество ограничено целью. Цель диктует нам совесть. Удаль, безусловно, предполагает риск собственной жизни. Удаль предполагает храбрость. Но, вглядевшись в понятие «удаль», – говорит Искандер, мы чувствуем, что это неполноценная храбрость. В удале есть самонакачка и опьянение. Если бы устраивались состязания по мужеству, то удаль на эти состязания нельзя ли было бы допускать? В этом отрывке отсутствует, конечно, явное приравнивание слова «удаль» к какому-то другому слову или какой-то другой совокупности слов. Но отрывок примерно даёт нам представление о том, что представляет собой удаль. В словаре русского языка Ожегова слово «охота» определяется как «поиски, выслеживание зверей, птиц с целью умершления или ловли». Звучит сухо и отрешённо. Слово не кажется никак связанным в этом случае с горячими спорами о том, в каких случаях действительно оправдано убивать или заточать неволю зверей или птиц. А есть короткое стихотворение «Формула охоты» поэта Владимира Бурича. Он так определяет своё отношение к охоте. Черта горизонта, птицы в числителе, рыбы в знаменателе, умноженные на дробь выстрела и переменный коэффициент удочки дают произведение, доступное каждой посредственности. Завзятый охотник может, конечно, сказать, что это образная характеристика чересчур субъективна и чересчур эмоциональна. И тем не менее, эта характеристика, вот поэтическая характеристика, явно богаче и красками и деталями, относящимися к механизму охоты, чем слухое словарное определение Ожигова. Контекстуальное определение, то есть определение путём отрывка текста, всегда остаются в известной мере неполными и неустойчивыми. Ну, во-первых, неясно, насколько обширным должен быть этот отрывок текста, чтобы нам удалось раскрыть содержание интересующего нас имени. Никак не определено также, какие иные имена могут или должны входить в этот текст. Не пропущено ли самое важное из этих имён. Нужно, однако, учитывать при всех недостатках и при всей, так сказать, школьности контекстуальных определений, что контекстуальные определения лежат в основе нашего знания языка. Мы не изучаем язык по словарю Ожигова, не изучаем язык по другому орфографическому или какому-то толковому словарю. Мы изучаем язык в обычной жизни, то есть по контекстам, в которые входят интересующие нас слова. И эти контексты, эти отрывки текстов, эти отрывки разговоров, отрывки прочитанных нами книг как раз и дают значение слов, допустим, того же русского языка. Человек, знающий русский язык, может за всю жизнь не держать в руках ни одного словаря, определяющего то или иное слово. В крайнем случае, вот я иногда обращаюсь к словарю иностранных слов, чтобы найти, что означает то или иное слово, скажем, пролегомины. Что такое пролегомины? Вдруг я сталкиваюсь. Пролегомины к карту. Пролегомины, оказывается, это означает то же самое, что пропедевтика. А пропедевтика, а это я уже знал, означает введение в какую-то дисциплину. Значит, пролегомины к карту – это введение в философию карта. Вот для чего нужен словарь. Я не думаю, что для обычного русского словаря, для обычного русского слова или какого-то сочетания слов мы будем так уж тщательно листать словари. Почти все определения обычной жизни – это как раз контекстуальное определение. Определение путем отрывков текста, в который входит интересующее наше слово. Услышав разговор неизвестное ранее слово, мы не уточняем его определение, а стараемся установить на основе сказанного его значение. Встретив в тексте на иностранном языке два-три незнакомых нам слова, мы не спешим лезть в словарь. Мы можем по контексту, в который входят эти слова, определить, может быть, если нам повезет, значение этих слов. Никакой словарь не способен исчерпать богатство значений отдельных слов и, более того, всех оттенков этих значений. Слово познается и усваивается не на основе сухих и приблизительных словарных разъяснений. Употребление слов в живом и полнокровном языке в многообразных их связях с другими словами – это источник знания как отдельных слов, так и языка в целом. Контекстуальные определения несовершенны. Да, это так. Они и не точны, они и не полны, но вместе с ним без контекстуальных определений нет знания языка. Нельзя выучить язык по словарю. Далее, второй случай неявных определений – это так называемые остенсивные определения. Остенсивное определение – это определение путем показа. Нас просят объяснить, что такое зебра. Мы не в состоянии это сделать. Мы ведем спрашивающие в зоопарк, показываем на зебру и говорим – вот это и есть зебра. И более того, все похожее на вот это животное также является зеброй. Это определение путем показа. Определение такого рода, остенсивного определения, напоминает обычное контекстуальное определение. Но контекстом является не отрывок какого-то текста, а реальная ситуация, в которой встречается объект, обозначаемый интересующим нас понятием. В случае зебры – это зоопарк, клетка, животное в клетке и тому подобное. Остенсивное определение, как и контекстуальное, отличается незавершенностью и неокончательностью. Остенсивное определение посредством показа не выделяет зебру из ее окружения и не отделяет от того, что является общим для всех зебр, от того, что характерно для данного конкретного их представителя. Нас просят показать зебру, а мы показываем зебру самца. Нас просят показать зебру вообще, а мы показываем пожилую зебру или, напротив, очень молодую зебру и так далее. Зебры вообще, как известно, не существуют. И покажите мне, что такое зебра – это бессмысленный вопрос. Нельзя показать зебру, нельзя показать стол вообще, не имеющих конкретных признаков и так далее. Остенсивное определение и нужно учитывать, что только они связывают язык с вещами. Если бы не было у нас в нашем распоряжении остенсивных определений, определений путем показа, они кажутся нам наивными. Обычно показом мы пользуемся в случае маленьких детей. Если бы не было определений путем показа, язык являлся бы чисто словесным кожевым. Одни слова отсылали бы к другим словам, другие слова к третьим и так далее до бесконечности. И мы никогда не столкнулись бы с теми вещами, которые обозначаются данными словами. Определить путем показа можно, конечно, не все имена, а только самые простые, самые конкретные. Можно предъявить стол и сказать, это стол, и все вещи, похожие на него, являются столами. Но нельзя показать и увидеть абстрактные, конкретные, бесконечные, конечные, мнительные, кажущиеся и тому подобные вещи. Нет предмета, указав на который, можно было бы заявить, это и есть то, что обозначается словом конкретное. Я ранее говорил о том, что нет предмета, указав на который, мы могли бы сказать, ага, вот это и есть то, что обозначается словом и. Оказывается, вот я пользовался не совсем лояльным приемом. Я использовал остенсивное определение там, где оно неприменимо. Это определение неприменимо и к слову конкретное, хотя оно не имеет никакого отношения к логике. Нельзя показать абстрактное, нельзя показать рот, рот, нельзя показать вид вообще, нельзя показать человека. Покажите мне человека. Был эпизод такой в Древней Греции, когда философ ходил днем с фонарем по аллее, где были установлены бюсты героев его города, и всматривался в лица. Этих героев. Ну, его спросили, что бы это могло значить. Ищу, как говорится, днем с фонарем. А он сказал, его спросили, что ты ищешь? А он ответил на это. Ищу человека. Оказывается, людей вокруг много, а вот человека вообще он не видел. Раньше пользовался популярностью пример о лошади. Лошадь вообще. Ну, покажите мне лошадь. Нет лошади вообще. И нельзя ее показать. Когда-то один китайский философ поехал на границу, через границу на лошади, и приехал на пограничный пункт, и там ему сказали, что вот людей мы пропускаем, а лошадей нет. он говорит, что у меня не лошадь. А начальник пограничной стражи говорит, как так не лошадь? Обычная лошадь. Он говорит, да, лошадь может быть белой. А он ехал на вороной лошади. А это, вот то, на чем я еду, может быть белым? Нет. Оно не может уже быть белым. Значит, это не лошадь. И начальник пограничной стражи пропустил его. Нет лошади вообще, ее невозможно показать. И нет человека вообще, и его просто невозможно показать. В явных определениях отождествляется, приравниваются друг к другу два имени. Одно имя – это определяемое имя, его содержание нам нужно раскрыть. Другое – определяющее имя. Имя – решающее эту задачу. Например, обычное словарное определение гиперболы. Гипербола – это стилистическая фигура, состоящая в образном преувеличении. Например, на металле сток выше кучи. Определяющая часть выражается словами «стилистическая фигура», «состоящая» и так далее. И слагается из двух частей. Сначала понятие гиперболы подводится под более общее и широкое понятие «стилистическая фигура». Кроме гиперболы есть метафора, есть аналогия и так далее. Затем гипербола отграничивается от всех стилистических фигур. Это достигается указанием признака образное преувеличение. Признака, присущего только гиперболе и отсутствующего у иных стилистических фигур, с которыми можно было бы спутать гиперболу. Явное определение гиперболы дополняется примером на металлисток. Явное определение этого типа принято называть определениями через род и видовое отличие. Поскольку эти определения являются чрезвычайно распространенными и в науке, и в обычной жизни, то их иногда называют классическими определениями. Иногда называют родовидовыми определениями, но чаще называют просто классическими определениями. Общая схема классического определения А есть Б и М. Здесь А определяемое имя, Б – имя более общее по отношению к А, то есть род по отношению к А, а М – те признаки, которые выделяют предметы, обозначаемые именем А, среди всех предметов, обозначаемых именем Б. Родовидовое или классическое определение – одно из самых простых и распространенных определений. В словарях и энциклопедиях подавляющее большинство определений относятся именно к этому типу. Иногда даже считается, что каждое определение является родовидовым, но мы уже убедились, что это не так, что есть и другие более замысловатые способы определения. Какие требования предъявляются к определению? Зачем логика занимается определением? Чтобы установить правильность тех или иных определений. А чтобы установить правильность, нужно иметь какие-то правила определения или требования, которые предъявляются к определению? Вот к явным определениям предъявляется ряд достаточно простых и очевидных требований. Они как раз и называются правилами определения. Первое требование. Определяемое и определяющее понятие должны быть взаимозаменяемы. Если в каком-то предложении встречается одно из этих понятий, всегда должна существовать возможность заменить его другим. При этом предложение, истинное до замены, остается истинным и после нее. Для определения через родовидовое отличие это правило формулируется, как правило, соразмерности определяемого и определяющего понятия. Совокупности предметов, охватываемых этими понятиями, должны быть одними и теми же. Соразмерны, например, имена гомотипия и сходство симметричных органов, скажем, правой и левой рукой. Это и есть гомотипия. Встретив в каком-то предложении имя нонсенс, мы вправе всегда заменить его на бессмыслицу или на абракадабру. И наоборот. Если объем определяющего понятия шире, чем объем определяемого понятия, говорят об ошибке слишком широкого определения. Такую ошибку мы допустили бы, определив, к примеру, ромб как плоский четырехугольник. В этом случае к ромбам оказались бы отнесенными и трапеции, и все прямоугольники, а не только те, у которых все стороны равны. Если объем определяющего понятия уже объема определяемого, имеет место ошибка слишком узкого определения. Такую ошибку допускает частности тот, кто определяет ромб как плоский четырехугольник, у которого все стороны и углы равны. Ромб в этом случае отождествляется со своим частным случаем с квадратом, а из числа ромбом исключаются четырехугольники, у которых не все углы равны. Это первое требование к определению. Взаимозаменимость определяющего и определяемого имен. Второе требование. Нельзя определять имя через само себя или определять его через такое другое имя, которое, в свою очередь, определяется через него. Это так называемое правило порочного круга. И, наконец, третье и последнее из этих простых правил определения. Определение должно быть ясным. Это означает, что в определяющей части могут использоваться только имена, известные и понятные тем, на кого рассчитано определение. Желательно, чтобы в ней не встречались образы, метафоры, сравнения. Все то, что не предполагает однозначного и ясного истолкования. Можно определить, например, пролегомины как пропедевтику. Но такое определение будет ясным лишь для того, кто знает, что пропедевтика это введение в какую-то науку. Не особенно ясны и такие определения, как дети это цветы жизни. Для кого-то цветы, для других может быть и нет цветы. Архитектура это застывшая музыка. Музыка это время, движение, динамика. Что значит застывшая музыка? Ясно, что это определение несовершенно. Ясность не является, конечно, абсолютной и неизменной характеристикой. Ясное для одного может оказаться не совсем понятным для другого и совершенно темным и невразумительным для третьего. Представление о ясности меняется и с углублением знаний. Определение всегда существует в некотором контексте. Оно однозначно выделяет и отграничивает множество рассматриваемых вещей, но делает это только в отношении известного их окружения. Чтобы отграничить, надо знать не только то, что останется в пределах границы, но и то, что окажется за этой границей. Интересно отметить, что наши обычные загадки представляют собой в сущности своеобразные определение. Вот формулировка загадки. Это половина определения, его определяющая часть. Отгадка вторая часть определяем определяемая часть. Вот мы говорим утром на четырех ногах, днем на двух, вечером на трех. Что это? И мы отвечаем понятно этот человек. Контексуальный характер определений хорошо заметен на некоторых вопросах подобных загадкам. Сформулированные для конкретного круга людей, они могут казаться странными или даже непонятными за пределами этого круга. Вот древнекитайский буддист Дэн однажды задал такую загадку своим ученикам. Люди умирают сидя и лёжа. Некоторые умирают даже стоя. А кто умер вниз головой? Ученики естественно ответили мы такого не знаем. Тогда Дэн встал на голову и умер. Сейчас такого рода загадка кажется абсурдом. Но в то давнее время, когда жил Дэн, царила атмосфера превознесения обычая. И ни в коем случае нельзя было нарушать обычаи. Во всяком случае, его сестра, присутствовавшая при этом эпизоде его смерти, заметила ему укоризненно. Живой ты, Дэн, пренебрегал обычаями. И вот теперь, будучи мертвым, опять нарушаешь общественный порядок. Взял и умер на голове. Деление – это операция распределения на группы тех предметов, которые мыслятся в исходном имени. получаемые в результате группы деления называются членами деления. Признак, по которому осуществляется деление, именуется основанием деления. Деление раскрывает объем того понятия или имени, устанавливая, из каких подклассов состоит класс, подпадающий подданное имя. Так, по строению листьев класс деревьев может быть подразделено на два подкласса – лиственные деревья и хвойные. К операции деления приходится прибегать и два линии в каждом рассуждении. Определяя имя, мы раскрываем его содержание, указывая признаки предметов, мыслим их до этого имени. Производя деление, мы даем обзор того круга предметов, который отображает данное имя. Важно уметь не только определять содержание имени, но и прослеживать те группы, из которых складывается класс обозначаемых им предметов. Требования к делению. Ясно, что, коль скоро деление является логической операцией, оно подчиняется, как и определение, определенным правилам. Требования эти, как и в случае определения, также просты. Ну, во-первых, деление должно вестись по одному основанию. Это требование означает, что избранные вначале в качестве основания отдельный признак или совокупность признаков не следует в ходе деления подменять другими признаками. Правильно, например, делить климат на холодный, умеренный и жаркий. Деление его на холодный, умеренный, жаркий, морской является уже неверным. Вначале деление велось по среднегодовой температуре, а затем уже вторглось совершенно новое основание. Неверными является деление людей на мужчин, женщин и детей, обуви на мужскую, женскую и резиновую и тому подобное. Второе требование. Деление должно быть соразмерным или исчерпывающим, то есть сумма объемов членов деления должна равняться объему делимого понятия. Это требование предостерегает против пропуска отдельных членов деления. Например, не исчерпывающими будут деления треугольников на остроугольные и прямоугольные, пропущенные тупоугольные, деления людей с точки зрения уровня образования на имеющих начальное, среднее и высшее образование, пропущены те, кто не имеет никакого образования, третий требование, члены деления должны взаимно исключать друг друга. Согласно этому правилу, предмет должен находиться в объеме только одного видового понятия, получаемого в результате деления, и не входить в объемы других видовых понятий. Нельзя, к примеру, разбивать все целые числа на такие классы, числа кратные двум, числа кратные трём, числа кратные пяти и так далее, эти классы пересекаются. И, допустим, число десять попадает и в первый, и в третий классы, а число шесть и в первый, и во второй классы. Ошибочное деление людей на тех, кто ходит в кино и тех, кто ходит в театр. Есть те, кто ходит в кино и те, кто ходит одновременно в театр. Ну и, наконец, последнее требование. Деление должно быть непрерывным. Это самое сложное требование к делению. Оно требует не делать скачков в делении, переходить от исходного понятия к однопорядковым его видам. Например, правильно делить людей на мужчин и женщин, а женщин на живущих в северном полушарии и живущих в южном полушарии. Но неправильно делить людей на мужчин, женщин, живущих в северном полушарии и женщин, живущих в южном полушарии. Здесь мы делаем скачок в делении, нарушаем непрерывность деления. Вот таковы основные требования к делению. Особым, но тем не менее заслуживающим упоминания случаем деления является так называемая дихотомия, в переводе на русский деление на два. Дихотомическое деление опирается на крайний случай варьирования признака, являющегося основанием деления. С одной стороны, выделяются предметы, имеющие этот признак, с другой стороны, предметы, не имеющие данного признака. В случае обычного деления люди могут подразделяться, к примеру, на мужчин, женщин, на детей и взрослых. При дихотомии множество людей мы должны разделить на два взаимоисключающих класса. На мужчин и не мужчин. Причем, кто входит в класс не мужчин, нас уже не интересует. То есть дихотомия применима в том случае, когда мы решаем сосредоточить свое внимание на одной части класса предметов, а вторую часть оставить без всякого внимания. Дихотомическое деление имеет свое определенное преимущество. Ну, в общем-то, оно является жестким и ригористичным. Оно сразу отсекает половину делимого класса и оставляет ее, в сущности, без всякой конкретной характеристики. Особым случаем деления является хорошо, в общем, известная операция – классификация. Но классификация – всего лишь частый случай деления. Слово классификация хорошо известно, но классификация не более чем частный случай деления. Классификация – это многоступенчатое, разбитвленное деление. Результатом классификации является система соподчиненных имен. Делимое имя является родом, новые имена – видами, видами видов или подвидами, как мы говорим, и так далее. Наиболее сложные и совершенные классификации дает, конечно, наука, систематизирующая в них результаты предшествующего развития каких-либо областей нового знания и намечающая одновременно перспективу развития каких-либо перспективу дальнейших исследований. Пример из биологии. Среди современных животных, пишет зоолог Симпсон, броненосцы, муравьеды и ленивцы столь не похожи друг на друга. Ленивцы – это обезьяны, которые сутками висят на деревьях без всякого движения. Столь не похожи друг на друга. Их образ жизни и поведение настолько различны, что едва ли кому-нибудь пришло бы в голову, без морфологического изучения объединить их в одну группу. Но было обнаружено, что в позвоночнике этих животных имеются дополнительные сочленения, из-за которых эти животные получили имя ксенантры, странно сочлененные млекопитающие. После открытия необычных сочленений тут же был открыт целый ряд других сходных особенностей этих животных. Сходное строение зубов, муравьедов, ленивцев и броненосцев. Сходные конечности с хорошо развитыми когтями и очень большим когтем на третьем пальце передней конечности. Сейчас не сомневается, говорит Симпсон, что ксенантры, несмотря на их значительное разнообразие, действительно образуют естественную группу и имеют единое происхождение. Все классификации принято делить на естественные и искусственные. Естественная классификация Это классификация, которая производится по важным, существенным для рассматриваемых объектов признакам. Искусственная классификация опирается на второстепенные, случайные признаки. Хорошими примерами, доставшимися нам из истории, является естественная классификация растений Карла Линнея и классификация химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Искусственными являются классификация книг в библиотеке по алфавиту, именной указатель. Он ничего не говорит о книгах. Классификация ученых по возрасту или по числу опубликованных работ и тому подобные вещи. Искусственные классификации строятся просто. Затруднения с естественными классификациями чаще всего имеют объективную причину. Дело не в недостаточной проницательности человеческого ума, а в сложности окружающего нас мира, в отсутствие в самом реальном мире жестких границ и резко очерченных классов. Всеобщая изменчивость вещей, их текучесть еще более усложняют и размывают эту картину. К тому же познание, и мы должны это постоянно помнить, это бесконечный процесс, которому никогда не будет конца. И ни один известный объект никогда не будет нам известен во всех деталях. Именно поэтому далеко не все и не всегда удается четко классифицировать. И тот, кто постоянно нацелен на проведение ясных разграничительных линий, постоянно рискует оказаться в искусственном, им самом созданном мире, имеющем мало общего с динамичным, полным оттенков и переходом, реальным миром. Наиболее сложным объектом для классификации является, разумеется, человек. То самое сложное существо, которое мы вообще знаем во всей Вселенной. Типы людей, их темпераменты, поступки, чувства, стремления, действия – все это настолько тонкие и текучие материи, что попытки их типологизации только в редких случаях приводят к успеху. Сложно классифицировать людей, взятых в единстве присущих им свойств. С трудом поддаются классификации даже отдельные стороны психической жизни человека и его деятельности. В начале прошлого века Стендаль написал трактат о любви, явившийся одним из первых в европейской литературе опытов конкретно психологического анализа сложных явлений духовной жизни человека. Стендаль говорит, что есть четыре вида любви. Любовь – страсть. Она заставляет нас жертвовать всеми нашими интересами ради нее. Любовь – лечение. Это картина, где все, вплоть до теней, должно быть розового цвета. Куда ничто неприятное не должно вкрасться, ни под каким предлогом, потому что это было бы нарушением верности обычаю, хорошему тону, такту и так далее. В такой любви нет ничего страстного и непредвиденного. Она часто бывает и изящнее настоящей любви, ибо ума в ней много. Физическая любовь. Какой бы сухой и несчастный характер ни был у человека, в 16 лет он начинает именно с физической любви. Не с любви страсти и не с любви влечения, а именно с физической, или, как мы можем сказать, физиологической любви. И, наконец, четвертый случай, выделяемый стендалием, это любовь тщеславия. Подобное желание обладать предметом, который в моде, и часто не приносящая даже физического удовлетворения. Эта классификация до сих пор приводится в хрестоматиях по психологии. Она и в самом деле проницательна и интересна. Но, задаемся мы логическим вопросом, отвечает ли она хоть одному из требований, которые мы предъявляем к делению или к классификации? Нет. По какому признаку различаются эти виды любви? Неясно. Исключают ли они друг друга? Определенно нет. Исчерпываются ли ими все виды любого на увлечении? Конечно же, нет. Я привожу этот пример с намерением подчеркнуть, что не следует быть излишне придирчивым классификацием. Особенно классификацием того, что по самой своей природе противится строгим разграничениям. Любовь – очень сложное движение человеческой души. Но даже, казалось бы, это очень простое проявление психической жизни человека, как любовь, вызывает трудности при своей классификации. И даже, казалось бы, более простое движение человеческой души, как смех, и то трудно классифицировать. Какие существуют разновидности смеха? Ответа на этот вопрос нет. Да и не особенно ясно, по каким признакам, собственно, мы можем выделить разновидности смеха. Известный отечественный философ Лосев написал биографию другого известного русского философа, Владимира Соловьева, у которого он учился. И в этой толстой биографии сделал попытку проанализировать смех Соловьева. Интересны термины, которые употребляет Лосев для характеристики вот конкретного смеха Соловьева. Термины эти не дают, в общем-то, никакого точного описания смеха. Это всего лишь сопоставление смеха Владимира Соловьева со смехом Аристофана, со смехом Сократа, со смехом Гоголя и так далее. Здоровый олимпийский хохот, мефистофельский смешок, смешок Сократос, ирония Жанполя и так далее. Все это не квалификация, а приблизительные описания. Иногда встречаются у Лосева термины как радостный, истерический, убийственный, иступленный и так далее, смех. Но и эти термины нельзя назвать строго классификационными. Они говорят не столько о том, чем является сам по себе смех, сколько сравнивают с чем-то другим. «Радостный» – это то, что сходно с состоянием радостных, иступленный – то, что сходно с состоянием иступления и так далее. Все это, конечно, не случайно. И дело не в недостаточной проницательности тех, кто пытался описать смех. Источник затруднений в сложности смеха, отражающий сложности и многообразие тех движений души, внешним проявлением которых является смех. Именно это имеет в виду, как кажется, Лосев, когда он заканчивает свое описание смеха Соловьева определением человека, Соловьевским определением человека, как смеющегося существа. Речь я вел о смехе, о такой, казалось бы, пустяковой вещи, но это касается и всех других проявлений внутренней жизни человека. Я приведу, заключая тему классификации, пример сумбурной классификации, она принадлежит аргентинскому писателю Борхесу. Он в одном из своих сочинений приводит отрывок из некой китайской энциклопедии. И в этом отрывке дается классификация животных. А животные делятся на А, принадлежащих императору, Б, бальзамированных. Мы уже сразу чувствуем, что-то здесь не так. Если принадлежит императору, то может быть и бальзамированным. В, прирученных, Г, молочных поросят. Они тоже могут принадлежать императору, тоже могут быть забальзамированы, тоже могут быть приручены и так далее. Сказочных животных. Далее, бродячих собак. Далее, животных, включенных в настоящую классификацию. Животных, буйствующих, как в безумии. Животных неисчислимых. Нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжей шерсти. И прочих животных. Животных, только что разбивших кувшин. И животных, издалека кажущихся бухами. Чем поражает эта классификация? Ну, прежде всего, ясно, что подобным образом нельзя рассуждать не только о животных, но и ни о чем другом. Дело, разумеется, не в отдельных рубриках, какими бы необычными они ни казались. Каждая из рубрик имеет вполне определенное конкретное содержание. В числе животных упоминаются, правда, фантастические существа, сказочные животные и сирены. Но это делается, пожалуй, с целью отличить реально существующих животных от существующих только воображений. К животным относятся и нарисованные животные. Но мы и в самом деле часто называем нарисованных животных тоже животными. Невозможными являются не отдельные указанные разновидности животных, а как раз соединение их в одну группу, перечисление их друг за другом, соединение их рядом с друг другом. Так что встают рядом живые и умершие животные, буйствующие и нарисованные, фантастические и приручные, классифицируемые и только что разбившие уши. Возникает сразу же чувство, что нет такой единой плоскости, на которой удалось бы разместить всех этих животных, что нет такой плоскости, на которой они могли бы встретиться. Значит, классификация эта явно является ошибочной. Задача классификации установить определенный порядок. И если этого порядка установить невозможно, классификация является плохо выполненной. Классификация животных вот из энциклопедии, из китайской энциклопедии, на которую с иронией ссылается Борхес, не только не намечает определенной системы, но напротив, она разрушает даже те представления о гранях между животными, которые у нас есть. В сущности, эта классификация нарушает все требования к делению как таковому, к разбиению множества предметов какого-то класса на группы. Вместо системы она вносит в эту группу несогласованность и беспорядок. Классификации, подобные только что приведены, настолько сумбурны, что возникает даже сомнение, следует вообще считать такие классификации делениями каких-то понятий. Можно ли их усовершенствовать? Можно ли придать им видимость порядка? Разумеется, нет. Никак усовершенствовать такие классификации и заставить лучше рассуждать человек, который классифицирует таким образом, никак невозможно. Но что интересно, даже такого рода деления или классификации, отличающиеся путаницей и невнятностью, могут иногда оказаться практически небесполезными. Неправильно я уже говорил делить обувь на мужскую женскую и резиновую. Но вы зайдите в магазин и посмотрите, она так и делится, и никого это не путает. Неправильно делить людей на мужчин, женщин и детей. Но так они и делятся, когда они входят в детский садик. Нет ничего невозможного и в предположении, что классификация «Животный», взятая из энциклопедии, может также служить эта классификация, также может служить каким-то практически разнородным по своей природе целям. Теоретически, с точки зрения логики, она никуда не годится. Однако далеко не все, что используется нами повседневно, находится на уровне высокой теории и отвечает стандартам безупречной логики. Нужно стремиться к логическому совершенству, но не следует быть педантичным и отбрасывать с порога все то, что представляется логически не вполне совершенным. Позвольте мне на этом закончить беседу о логике. Речь шла об именах. Следующая наша тема – высказывания. Всего у нас три объекта нашей логической грамматики. Имена, высказывания и те вспомогательные частицы, с помощью которых мы получаем из имен высказываний, из имен имена, из высказываний высказываний, и так далее. Это основная тема логики. Имена и высказывания – это введение в основной курс логики. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok